Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас шестой день декабря 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 36-й день месяца Нового Дорога, 7525 лета Седмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Инсульт, не приговор, но без него лучше». А поскольку у нас начало месяца, да еще и первый вторник в этом месяце, то автор-соведущий уже по сложившейся традиции у нас Захар Белинский-Арират. Здравия тебе, Арират! Здравия, народ! Итак, тема достаточно жесткая, потому что с «Инсультом» не шутят. Тема достаточно актуальная, потому что «Инсульт» берет свое, и многие люди так или иначе, как минимум, ему подвержены. А по каким причинам, наверное, мы разберемся. И, как максимум, многие уже испытали его, к сожалению, на себе. Вот давай, наверное, разберем для начала, что же такое «Инсульт», каких он бывает, основных видов, и как от него уберечься, что надо делать. И в том случае, если, не дай бог, как говорится, это произошло, что же делать, как быстро, оперативно произвести первую помощь, и как потом восстанавливаться. Предоставляйте микрофон. Благодарю. Значит, что такое «Инсульт»? «Инсульт» прежде всего – это нарушение мозгового кровоснабжения по тем временем причинам. Бывает ишемический, бывает геморрагический. Если возможно, чуть поближе к микрофону. Ага. Вот так лучше? Да. Так получилось. Ну, благодарю за подсказку. «Инсульт» – это прежде всего нарушение мозгового кровоснабжения. Бывает ишемический, бывает геморрагический. Ишемический инсульт наступает вследствие затруднения доступа крови к определенной области головного мозга. Там вследствие схлопывания сосудов, вследствие тромба, вследствие холестериновой бляшки, то есть отрасклеротической бляшки. И определенное участок головного мозга остается без доступа крови. Наступает кислородное гелодание, гипоксия так называемая. И со временем клетки головного мозга начинают умирать. Это ишемический инсульт. Геморрагический инсульт наступает вследствие травмы, повреждения сосуда головного мозга, то ли это капиллярного, то ли артериального. Но отсюда зависимость, тяжесть последствий. Нарушение самого сосуда происходит либо вследствие присутствующего аневризма, либо вследствие состояния стенок сосудов, повреждения. Всегда вследствие повышения давления. Ну, отсюда, опять же, если делать собственные выводы, можно заключить, что инсульты всегда происходят вследствие схлопывания сосудов. Несмотря на то, что в некоторых случаях прорываются, но всегда это происходит вследствие затруднения кровоснодоста по крови к определенному отделу головного мозга. На чем я делаю такую вывод? На том, что в любом случае повышение давления в организме человека всегда связано с затруднением кровоснабжения. Всегда где-то есть нарушение доступа к крови. И в этом случае, и только в этом случае, организм повышает давление. К сожалению, в нашей врачебной практике существует традиция давать пациентам таблетки от давления. Говорю, что она существует, к сожалению, с полной отдачей. Отчет в том, что говорю. Почему? Потому что если наш организм повышает давление, это всегда говорит о том, что где-то закрылись сосуды или уменьшился их просвет. И организм поднимает давление для того, чтобы восстановить проходимость в этих сосудах и восстановить кровоснабжение в этих отделах организма. Будь то головной мозг, либо какие-либо органы. И когда происходит повышение давления, то те сосуды, которые являются слабыми, ломкими, хрупкими, как говорится, там где тонко, там рвется. И происходит, я сейчас говорю о поводу геморрагического инсульта, и происходит кровоизлияние. Но не само по себе кровоизлияние приводит к плачевным последствиям, а то явление, что кровь, вытекая из сосуда, она начинает оказывать давление на определенную область головного мозга. И эта область головного мозга отмирает. Вследствие чего? И мы получаем какие-то неприятные последствия после инсульта, о которых мы поговорим позднее. Итак, мы разобрали, что... Вернее, мы разобрали. И я сказал о том, что инсульт бывает ишемический, геморрагический. Причина его либо затруднения доступа крови, либо порыв сосуда. Итак, в чем может... Какие могут быть причины возникновения... Не причины, а вот симптомы возникновения инсульта. Значит, перед инсультом практически всегда наблюдается головокружение. Наблюдается приливы к голове, головная боль, онемение в конечностях. Может нарушаться речь, затем не наступает потеря сознания. Лицо всегда практически становится багряно-красным. Замедленное дыхание. При этом оно может быть глубоким. Пульс напряженный замедлен. Температура тела повышается. Зрачки на свет не реагируют. В людей может появляться работа. Непроизвольное отделение мочи и кала. Бывает такое. Обычно всегда наступает параличка личности и асимметрия лица. При этом парализованная сторона тела всегда противоположна очагу поражению мозга. То есть, если у человека, допустим, идет асимметрия по правой стороне, то можно сказать, что у него поражена левая полушария мозга. Если, соответственно, левая часть лица, часть тела, то тогда правая полушария головного мозга. Мы знаем, что левая полушария отвечает за логическое мышление, а правая полушария отвечает за эмоционально-творческую направленность. И отсюда, соответственно, мы можем иметь дальнейшие последствия. То ли это затруднение мышления, то ли это какая-то эмоциональная скудность дальнейших. Далее. Сами по себе инсульты, вне зависимости, ишемические, геморрагические, они бывают общемозковые, бывают очаговыми, поражающие определенные области, локации головного мозга. И тогда общемозговых симптомов, которые я сейчас перечислил, мы можем и не увидеть. Но у человека могут возникнуть, если, например, это был очаговый инсульт, то у человека могут возникнуть сложности с движением какой-то определенной конечности, сложности с определенными движениями. При этом других признаков может не быть. И тогда мы можем иметь дело с очаговым инсультом. При этом инсульты могут быть еще, так называемые, микроинсульты, когда инсульт может происходить практически без, как бы, незамеченным. Человек может переносить несколько микроинсультов, и, в принципе, даже не понять, что они у него происходили. Единственным признаком, по которому, что человек вспоминает впоследствии, что с ним происходило. Можно сказать, допустим, что у него были какие-то задержки дыхания, что-то непонятное с дыханием происходило, там какие-то одышки непонятные, и все. А потом, впоследствии, когда проверяет головной мозг, окажется, что он перенес уже два кровоизлияния или два микроинсульта каких-то, какие-то части головного мозга, у него уже хуже кровоснабжается. Поэтому здесь, конечно, нужно профилактическая обязательность себя поддерживать, следить за собой, следить за качеством крови, за состоянием сосудов. Итак, что еще хочу сказать, что инсульт может проявляться бурно, может проявляться менее бурно. Отсюда зависят те меры, которые следует предпринять. После того, как инсульт уже случился, прежде всего, нужно удобно положить больного в постель, не больного, а человека, принимавшего инсульты. И расстегнуть затрудняющее дыхание одежды. Голова должна быть приподнята. Арират, ты как-то трогаешь постоянно устройство, куда говоришь, поэтому звук пропадает, и звуки слышны, когда ты его трогаешь. Поэтому я предлагаю как-то его уложить на одинаковом расстоянии от себя и руками не возить по столу, и по нему тоже, и держать на дом расстоянии, а то пропадает звук. Все, я понял. Я это устройство больше трогать руками не буду, пусть оно так стоит. Я буду просто в него говорить. Это правильное решение. Да. А то хочется это устройство потрогать, иногда, знаешь, почувствовать себя как на сцене, как будто у тебя в руке микрофон. Ну, теперь будем... Не надо, не надо. Уходим от этой звездности. Уходим. Уходим. Мы среди своих друзей, все нормально. Хорошо. Буду тогда склоняться над микрофоном, говорить прямо в него. Итак, помещение должно быть проветриваемое. Проветриваемое. Вот. Открытые окна, двери. Ну, если холодное время было, то, конечно, там как-то в умеренных количествах. Голову следует обложить пузырями со льдом или холодной тканью. Причем пузыри желательно положить с той стороны головы, которая противоположна травмированному полушарию. То есть, если, к примеру, мы смотрим, что там поражена левая половина лица, левая половина туловища, то туда же к пораженной части и прикладываем. К пораженной части головы и прикладываем лед, потому что... Вернее, не пораженной, но как искаженной части, к асимметричной части головы прикладываем лед, потому что поражена противоположная другая часть мозга. А к ногам при этом нужно приложить грелки для того, чтобы согревать ноги. Ну, вместо грелок можно поставить к ногам Допустим, горчичники Ну или каким-то образом прогревать подошвы ног Можно, например, допустим, китайцы Они прогревают полынными сигарами Которые вставляют такие специальные металлические трубочки И полынная сигара горит, испускает тепло И они таким образом прогревают ступни Как вариант один, можно так Ну, о том, что нужно обеспечить абсолютный покой Я вообще не говорю Если человек плохо Существует проблема с автоматией дыхания Нужно наблюдать за этим И следить, чтобы дыхание не прекращалось Если что, если существуют какие-то проблемы с дыханием То проводить уже реанимацию Какие скоропомощные меры для того Чтобы предотвратить наиболее разрушительные последствия инсульта Ну, всем, наверное, известно Такой способ, что нужно проколоть подушечки пальцев Сначала на противоположной руке От пораженной части тела То есть, ну, опять же Если искривилась левая половина лица Допустим, то нужно проколоть подушки пальцев Прежде всего на правой руке Начиная с мизинца То есть мизинец и так далее Потом все до большого пальца Потом уже проколоть на другой руке Проколоть мочки ушей И не просто проколоть, а добиться Чтобы выдавить оттуда каплю крови Это один из способов кровопускания При постинсультных состояниях Чтобы как-то помочь больному Другой способ Это тоже древний, старый Это, значит, сделать венисекцию Вскрыть, ну, не сильно вскрыть Проколоть, скажем так Вены в области локтевого сгиба И в глубокую чашку Слить кровь с обоих рук Причем черную кровь До тех пор, пока не пойдет светлая Вот, это тоже такой способ Постинсультный считается Что если, допустим, такие действия Были предприняты То восстановление больного Пройдет гораздо быстрее Гораздо успешнее Да К сожалению, такое неприятное заболевание И выздоровление от него Крайней мере, не знаю Может быть, у кого-то и бывали Более успешные случаи Но на моей практике Быстро пациенты не выздоравливают Приходится, конечно, прикладывать Какие-то усилия Тратить на это время Я предлагаю Мы сейчас поговорим о тех Принципах Тех способах Которые существуют Для лечения инсультных Пациентов Ну, вообще, приняты Как бы Сведения, да В общем, в больницах Не знаю Среди целителей А потом я расскажу О своей практике Как Что я применяю При этом, может быть У кого-то Какие-то новые методы Кому-то будет интересно Вот, тогда расскажу Поподробнее Итак Алло Алексей Да, хорошо Согласен Хорошо Напомню нашим радиослушателям Что вопросы в чат Мы принимаем Для эфира Чат народного славянского радио Находится на сайте Славомир.орг Пока сайт еще в том виде Как он есть Не модернизированный Не обновленный Поэтому Ищите в любом поисковике Народное славянское радио Славомир.орг Ищите дальше Слово Чат Нажимаете Если еще не зарегистрированный Логин Пароль Себе придумываете Какой-нибудь простенький E-mail Зарегистрируете В Mail.ru К примеру Где нет подчеркини Всяких Интересных знаков Это делается Один раз Для того Чтобы вы могли Находиться в чате Во время эфира Задавать вопросы А когда эфира нет То можете Друг с другом Общаться И в общем-то Все у вас будет Хорошо Замечательно Итак Продолжаем И еще один Очень важный момент О котором я хотел сказать Для Постинсультных состояний Кроме того Что мы упомянули Проколоть подушки пальцев Проколоть мочки ушей Проколоть Вены в области Локтевого сгиба Спустить кровь До состояния Светлой крови Еще очень полезно Когда человек Пришел в себя Постинсультным Сделать Промывание кишечника Промывание кишечника Не просто так А с солевым раствором С применением уксуса Лучше Если это будет Винный уксус Концентрация Солевого раствора В принципе На стандартном Там Одна чайная ложка На литр Стараться использовать Морскую Либо каменную соль Концентрация уксуса Там можно применить Одна столовая Уже ложка на литр Если допустим Соль одна чайная То уксуса Одна столовая Ложка на литр Объем Для взрослого человека Полтора-два литра Температура Порядка От 20-22 градусов И Вот таким образом Делаем Комывание кишечника Это тоже Оказывает влияние На Состояние После инсультов Пациента Вот Ну и Значит Перейдем К общеизвестным Народным способом Восстановления После инсульта Значит Очень важно Еще отметить Взаимосвязь Сердца И сердечно-сосудистой Системой С Состоянием Инсульта Поэтому Говоря о Народных способах Здесь следует Отметить Большую важность И очень хорошую Эффективность Применения Трав полезных Для сердца Так называемых Кардиопротекторов Среди них Такие травы Крабоярышник Лещина Левзея Шлемник Байкальский Кстати Шлемник Байкальский Одно из самых Лучших Трав для Улучшения Состояния Сосудов Молубного Мозга Это Такие Специи Как Шафран Кардамон Корица Сандал Очень полезны Для Состояния Сердечно-сосудистой Системы Лук Чеснок И Прием Всех Этих Трав Прием Специи Прием Вот этих Продуктов Он Позволяет Улучшить Состояние Сосудов Позволяет Улучшить Состояние Сердечно-сосудистой Системы И Как Вследствие Превентивно Скажем так Либо предупреждать Инсульты Вот Либо же Бороться С последствиями То есть Улучшать Состояние Сосудов А Допустим Шлемник Байкальский Он помогает К тому же Еще и Рассасывать Улцы И бляшки Которые Оберновались Сосудами Главного Мозга Для восстановления Человека Так Ну Переходя уже Скажем так К измышлениям На эту тему Я думаю Что Массу информации Сейчас можно найти В интернете И почитать Какие травы И какие способы И все остальное Я не думаю Что следует Особо Останавливаться На перечислении Общеизвестного Я Хотел бы Рассказать С точки зрения Народной медицины С точки зрения Взаимосвязи Между органами И системами Что Влияет На состояние Человека При инсультах И каким образом Прослеживается И взаимосвязь И так Прежде всего Конечно Один из основных Способов Вернее не способов Один из основных Факторов Которым Подвергается Человек То есть Фактор риска Которым Подвергается Человек Наступление Инсульта Это состояние И качество Крови В принципе Мы с тобой Наверное Говорим в каждой Передаче О качестве Крови Рассказываем Говорим Да Упоминаем Но в данном случае Применительно Головного мозга Опять же Кровь должна быть Жидкая Кровь должна быть Близкой К щелочному Упаж Кровь должна иметь Отрицательный И действительно Восстановительный Потенциал То есть Заряд Тогда такая Кровь Будет Оздоравливать Наш организм Если же Кровь будет Иметь иные Характеристики То это Будет приводить В плачевные Последствия В своей практике Я использую Донник желтый Как траву Для улучшения Травки Для улучшения Качества крови Она разжижает крови Улучшает ее свойства Я Применяю Внутривенные Вливания Соды Для разжижения Крови Препятствования Слипания Элементных Кровей Так называемая Агрегация Формовых элементов И я использую Пиявок Использую Пиявок Для улучшения Состояния сосудов По всему организму Есть точка На человеческом теле Которая Оказывает Влияние на них На все Это ФОК Как ни странно И вот При постановке Одной или нескольких Пиявок ФОК Происходит Через какое-то время В течение Одной Трех недель Улучшение Состояния сосудов По всему организму По всему телу И вот Опять же Как профилактика Инсультов Либо как Помощь При лечении Инсультов Это постановка Пиявок Пуков Поскольку мы Коснулись уже Пиявок То сразу бы хотел Рассказать О тех местах Постановок О тех зонах Куда пиявки Ставить эффективно Для того Чтобы лечить Постинсультные состояния Ну О Путке Я уже сказал О печени Следует Упоминуть Следует Сказать о том Что очень важно И полезно Здесь ставить Пиявок В внутреннюю поверхность Носа То есть В ноздре Но при этом Пиявку нужно Придерживать Пинцетом Как-то ее так Закреплять Чтобы она не убежала Потому что Если Упустить Поставить в нос И отпустить Она может Заползти в легкий Уже ее оттуда Ничем кроме Археологическим Плочем Не достать Поэтому ставя в нос Ее придерживайте А придерживать ее Лучше всего Если намотать Немножко на Ножки пинцета Лейкопластыря Тканевого И вот Тогда он будет Крепо держать Пиявку Если просто Металлической частью Возьмете Она может Либо поранее Травмировать Пиявку Либо она может Соскользнуть С нее Вот Итак Значит Ставим Пиявки в нос Потом Это Точки На Пересечении Больших Большого И указательных Пальцев Вот Затем Это Точки За Ушами Ну На Сосцевидных Отростках Это Точки Так называемые Ворота Головы По всем Четырем Сторонам По средним Линиям Головы Это Точка На пересечении Средних Линий Головы Сверху То есть Область Так называемого Родничка Вот Или темя Темя Как говорят Вот И как ни странно Это Анус Постановка Пиявок Вокруг Ануса Дело в том Что в область Ануса Имеются Сосуды Которые Имеют Напрямую Связь Головным Мозгом Так же Точно Как и В носу И Секрет Слюнных Желез Медицинской Пиявки Он попадает Напрямую В мозг И тем самым Оказывает Максимальное Воззрение Чем нам Вообще В данном Случе Важны Пиявки Тем что Они Содержат Секрет Слюнных Желез Вещества Которые Помогают Растворять Тромбы Тем самым Восстановить Правоснабжение Вот Ну Собственно Говоря Что еще Можно добавить Здесь В отношении Общепринятых Таких методов Лечения Инсульта Ну Конечно же Это массаж Живота Это приведение В надлежащее Состояние Брюшную Часть Аорты Разминание Ее Делать Ее Безболезненной Обезболивать Добиваться Того Чтобы Она Была Эластичной Очень Такой Интересный Момент Что Состояние Именно Брюшной Часть Аорты Влияет На состояние Всех Сосудов Нашего Организма И Прежде всего Все Сердечные Проблемы Они Начинаются С Состояния Этого Сосуда И Есть Такое Мнение Отчасти Я его Придерживаю Что Инсульт Наступает Уже Вследствие Неудовлетворительного Состояния Непосредственно Сердца Возникают Какие-то Проблемы С головным Соснабжением Головного Мозга Но Как я уже Ранее Сказал Что Брюшная Орта Влияет На состояние Сердца Поэтому Превентивно Следует Воздействовать На состояние Брюшной Части Орты Алексей Примерно Так Примерно В этом Духе Ну что ж Вопросы Уже Идут Знаешь Что Наверное Надо Рассмотреть Нам С тобой Какие Косвенные Указатели Могут Быть В здоровье Человека Проявления Ну кроме Того Что Сказал Потемнение В глазах Потери Сознания И так далее Какие-то Такие Неприятные Моменты Которые Указывают Что У вас Есть Предраспособление Расположенность К тому Что Может быть Инсульт Ну как-то Мы с тобой Говорили Про инсульт Ты говоришь А вот С почками Человека Как Вот такая Это проблема А ну значит Вот это Вот это А с животиком Что Вот это А значит Вот это Вот это Давай разберем Какие Косвенные Проблемы Со здоровьем Указывают На то Что может быть Проблема С головой В виде инсульта Давай тогда Становимся На этом В древности Говорили Что к инсультам Расположены Люди Имеющие Большую голову Короткую шею Широкие плечи И грудь Но Предки наши Были великомудрые Наверное Знали о чем Говорили Так вот Действительно Многие проблемы С инсультом Они связаны Именно с ситуацией По шее Если Существует Гипертонус Мышц шеи Если мышцы шеи Напряжены Если они Пережимают Нервное окончание Если они Пережимают Сосуды Если они Каким-то образом Оказывают влияние На проходящие артерии То это уже Конечно же Нарушает Кровоснабжение головы И может приводить К различным последствиям Так вот В свою очередь На мышцы шеи Оказывают влияние Почки Посредством иннервации То есть Они соединены Нервными окончаниями И состояние Тонус почки Оказывает влияние На состояние мышц шеи Если Тонус почки Усилен Допустим Она напряжена А почка У нас Это пульсирующий орган При этом Она может напрягаться Если Опять же Тонус почки Усилен То напряжены Мышцы шеи Если есть Какие-то Воспалительные Процессы в почке Если есть Изменение Положения почки То есть Либо ее Поворот Либо ее Смещение Куда-либо То тогда Происходит Изменение Тонуса И в этом случае Одной из Скажем так Протопричин Наряду с Состоянием Вышной аорты Может являться Еще и Состояние почек Вот Но отсюда Если начать Перейдем К правке живота И рассмотрим Механизм взаимодействия В животе Как все устроено То почки Сами по себе Если не было Переохлаждения Если не было Травмы Сами по себе Никогда не болят Существует Причина Почему Так вот Произошло С почкой А причина Неправильного Дисфункционального Состояния почек Это Либо Резкое снижение Веса человека Когда Объем жировой Капсулы Почки Уменьшился Она вышла Из своего Ложа Либо Большая Нагрузка На них На почки В виде Введения Токсинов Из организма Большое количество Токсинов Вызвано Вследствие Какой-либо Интоксикации Чаще всего По простому Говоря Это нарушение Питания Вызывает Интоксикацию Либо Ведикаментозная Интоксикация Либо Какие-то Патогенные Факторы Существуют Червы Паразиты Вирусы Простейшие Которые погибают Отягощают С собой почки И вот Вследствие Этого Нарушается Работа Почек Вот Ну и Образно Отсюда Проводя Параллели Проводя Причинно-следственную Связь Можно сказать Что Неправильное Питание Что Отягощение Вирусами Что Злоупотребление Какими-то Медикаментозными Препаратами Так или иначе Может привести К инсульт То О чем Говорил Алексей О чем Мы с ним Разговаривали Что еще О чем еще Можно сказать Состояние Поджелудочной Железы Влияет На Состояние Головного Мозга Опосредованно Влияет И на Возможность Возникновения Инсульта Чем Тем Что Область Основания Черепа И мышцы Находящиеся В области Основания Черепа И их Тонус Зависит От тонуса Поджелудочной Железы Вот Поэтому Опять же Состояние Поджелудочной Железы Состояние Поджелудочной Железы В свою очередь Связано Непосредственно С невротическим Фоном Человека Именно Благодаря Повышенному Невротическому Фону Сжимается Двенадцатиперстная Кишка В которой Находится Сфинктер Оди Через Который Происходит Отток Панкреатического Сока И тогда Когда Панкреатический Сок Плохо Оттекает Он начинает Потихонечку Образно говоря Переваривать Саму Поджелудочную Железу Происходит И воспаление И вот Это воспаление Как раз Может вызывать Изменение Тонуса От мышц Основания Черепа То есть На самом деле Можно привести Достаточно Обширное Количество Взаимосвязей И задействовать Наверное Любой орган Нашего живота И сказать Что вот Через такую Какую-то Причинно-следственную Связь Это может Привести К инсульту Из-за того Просто Потому что Все органы Наши Связаны В единую Систему И Не бывает Такого Чтобы один орган Был Допустим Чем-то Поражен Болел А все остальные Были здоровы Так или иначе Это отражается Болезнь Каждого органа Отражается Во всем Организм Алексей Хорошо Теперь Наверное Можно Пройтись По вопросам Которые В чате Появляются И наверное Исходя Уже С самих Вопросов Будем Давать Какие-то Уточнения Я еще Знаю Что Еще Хотел Рассказать О чем О том Что О том Что Может быть Такая Такой Интересный Способ Лечения Инсульта При использовании Перекиси Водорода Я вообще Конечно Люблю Перекись Водорода Но Здесь Мы ее Вену Капать Не будем А будем Ее Непосредственно Подкалывать Подкожно Либо Внутримышечно Делается Это Заднюю поверхность Трапециевидных Мышц И подкалывается Прямо Внутримышечно Чистая Перекись Водорода Трехпроцентная Шприцом Прямо Мышцам Делается Небольшие дозы Небольшие Натковы Там Порядка Трех Четырех Подколов По всей Задней поверхности Трапеции Установлено Что Эта Область Мышц Трапеции Напрямую Иннервируется В головной мозгу Поэтому Стимулируя Эту область Перекиси Водорода Мы стимулируем Мозговую активность Тем самым Опять же Оказываем Влияние На Состояние Головного Мазка Очень Большое Влияние Очень большой Терапевтический Оздоровительный Эффект Лечение инсульта Оказывают пчелы Но мы Об этом Наверняка Уже говорили Сейчас Проговорим Отдельно Значит Каким образом При помощи пчел Лечить инсульт Вернее После инсультной Состоянии Находим На голове Самую болезненную Точку И ставим Туда пчелу Одну Или несколько Каким образом Мы ее находим Мы ее Простукиваем Простукиваем голову Допустим Одним И две пальчиками И обязательно Где-то На голове У человека Будет наиболее Болезненная точка Вот прям туда И ставим Пчелу Можно в принципе В эти же места Ставить пьел Точно так же Перекиси водорода Можно стимулировать Не только Область Задней поверхности Трапециевидных мышц Но и Допустим Подкалывать В область Пятки На ногах В область Большого пальца На ногах Дело в том Что Опять же В традиционной Китайской медицине Существует Такой постулат Рефлексотерапии Ну как у нас Ее называют Что чем длиннее рычаг воздействия Тем сильнее эффект И поэтому Те точки Наиболее сильно работают Которые максимально Удалены от Зоны воздействия Мазголовной мозг Максимально удалены От зоны воздействия Это Точки головного мозга Точки проекции Головного мозга На ступнях На подошвах Но Вот Это являются Пятки И Подушечки Большого пальца Ну в принципе Прочих пальцев Но Я в своей практике Использую подушечку Большого пальца Туда Эту зону Можно стимулировать Либо подкалыванием Перекиси водорода Опять же Но это болезненно Либо постановкой пчел И вот постановка пчел Она Очень хорошо Прекрасно Стимулирует Опять же Головной мозг Вот В эти зоны Либо пятка Либо Подушка 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 Большого пальца Вот Точно так же Для стимуляции Нервной деятельности Для стимуляции Головного мозга Можно использовать Паравертебральные Подковы Перекиси водорода Вдоль позвоночного Столба Либо Это Можно делать Внутримышечно Либо подкожно Прямо По поверхности Позвоночника Опять же Это стимулирует Нервную систему И происходит Своеобразная Стимуляция Головного мозга Конечно Это болезненная Процедура Но она дает Очень хороший результат Вот Помогает Восстановлении При применении Этих процедур Больные выздоравливают И приходят В нормальное состояние Гораздо быстрее Нежели без них Понятно Понятно Ну что ж Вопросы? Давай вопросы Хорошо Вопрос в эфир От Владимира Измытищ Рерат Если дед умер От инсульта То мне тоже Крышка такая же? Ну Если дед умер От инсульта Ну Теоретически Если подумать О том Что Если между вами Существуют Общие Допустим Пищевые Привычки То есть Культура приготовления Пищи В вашей семье Одна и та же Продуктами одними Теми же Вы питаетесь Если Вы поддерживаете Такой же распорядок Дня И так далее И прочее Между вами Сходное То вполне вероятно Ну а так Вообще Ваш дед Не имеет В принципе К вам никакого отношения Кроме Перечисленных Моих факторов Конечно Генетические сходства Есть И так далее Но Я Считаю Что Не существует Определенных Болезней Которые Передаются Генетически По наследству Современная Медицина Многие Заболевания Грани Грани Происхождения Многих Заболеваний Объяснить Не может Поэтому Она Придумывает Такие явления Как Указывает На то Что это Хроническое Заболевание Неясный Генезис По наследствам Передалось Генетическое И так далее То есть Там Где что-то Неясно Они Скидывают Это На Еще Более Темные Области Своей Науки Говорят Что это От деда Могло Перейти Еще От кого-то Ваше здоровье Зависит Прежде всего От вас И если Дед У вас Чем-то Там Болел Это Не говорит Абсолютно Ни о чем Не о том Что вы Этим Можете Заболеть На моей Практике Были случаи Когда В одной Семье Болели Одно И той Же Допустим Одним Тем же Заболеванием И Считали Что Это У них Наследственное А причина Оказалась Потому что Образ жизни В этой Семье Был один И тот Же Они Были Все Подвержены Одним И тем же Вредным Привычкам Мы Как следствие Получали Одно И то Же Заболевание Но В семье Существовал Миф О том Что Это Миф Передается По Наследству Так Я могу Ответить На этот Откос Алексей Ты знаешь Я бы С тобой И согласился И не согласился Ну Отчасти Первое Что Согласился Бы с тем Что Все-таки Большинство Проблем Это Проблемы Самого Человека И здоровье Человека В его Руках Это Первое Второе Что Человек Сам Выбирает Как ему Жить Но Тут же Я бы С чем бы Не согласился С тем Что Все-таки Нет какой-то Наследственности Если бы Наследственности Не было То тогда Гены бы Не указывали Родство Если есть Родство То в этом Случа Есть какие-то Особенности Физиологические Если есть Физиологические Особенности Это означает То Что Человек По определенным Принципам У него Есть генетика Которая ему По определенным Принципам Заставляет Двигаться Его Говорить Мыслить Может быть Даже Предрасположенность К какому-то Месту проживания И питания Вот этот момент Надо учитывать Потому что К примеру Если мы генетику Вообще уберем Или родовую связь То в этом случае У нас получится Что пигмей Он будет Так же Например К папуасу Папуас Так же К краснокожему Краснокожий Так же К русскому Русский Так же К другу И так далее То есть Вот эти особенности Все-таки Они присутствуют Другое дело Что современные врачи По незнанию Все валят на это Вот я с тобой И согласен И не согласен Я хотел дополнить Ставить реплику Что говоря О генетической Предрасположенности Или Непредрасположенности Я не отрицал Наличие Родовых Генетических Связей Я наоборот Могу даже Более акцентировать Здесь Я скажу Что конечно Генетически Передается Вплоть до того Что вот Как ты говорил Родовое сходство Да действительно И ведь У разных людей Разные объемы органов Разные их Вплоть до того Что даже Расположение Некоторые органы Могут по разному Располагаться У разных людей Тоже самый желудок Он имеет несколько положений Так вот Породу передается Да Определенное положение Размер Качество органов И так далее Но Не заболевание А структура организма Передается И это конечно И биохимия крови И так далее И так далее И ДНК И все проще У нас Есть и роновая память И энергоинформационная Родовая память Все это присутствует Но не заболевание Заболевание уже Мы приобретаем Впоследствии И здесь конечно Можно обратиться К армии Можно обратиться К энергоинформационным Структурам Где мы конечно Выйдем на Заболевания Которые передаются Из воплощения В воплощение Которые могут Быть информационно Привлеченными Это все есть Но говоря Вот именно О физиологических Причинах Поскольку вопрос Был именно О физиологии То я бы сказал Что болезни По наследству Не передаются А передается Какая-то структура Организма И вследствие Определенного Образа жизни Человек может Заполучить Такое же заболевание Я тебя понял Я про это и говорил Что первое Я это не отвергаю Что вот в прямом виде В прямом виде Болезни передается Но Если к примеру Есть рот В котором Все выглядят Как медведи Они никогда Не будут бегать Как зайцы И в том случае Если это медведь То у него присутствуют Определенные признаки Косолапость Коротенький холд Хвост Небольшие ушки Мощная пасть Мощные мышцы Ждать от него Спринтерских Чемпионских Каких-то побед Наверное Не стоит Проще обратиться К зайцу Или к гепарду Который намного Быстрее будет бежать Отсюда Медведь быстро бегает Я знаю Я знаю Что он быстро бегает Но гепард быстрее Вот И трудно Например Гепарда Заставить 300-килограммовый Камень переворачивать А медведь Без проблем Это сделает Так вот Если есть косолапость У человека И у него В роду все Выглядят Как медведи Я к этому веду То в этом случае Наверное Вот эта косолапость Будет влиять На походку Эта косолапость Будет влиять На строение Ноги Эта косолапость Будет влиять На опорно-двигательный аппарат Эта косолапость Будет влиять На болезненные Состояния ног Позвоночника Почек Тех же самых И это в конечном итоге Может передаваться И в голову В том числе И вызывать Какие-то инсультные дела Если наоборот У человека Очень тонкие Очень тонкие Стенки сосудов Он очень подвижный Очень резкий У него там жировых В роду У него Жировых каких-то Отложений Практически не бывает Тут они все-таки Поджарые Такое бывает Но вот В этом случае Он может быть Очень раздражительный К примеру Условно У него это может Повлиять На такой-то Такой-то орган То есть родовые Предпочтения Как и в еде В проживании В образе жизни Так и в болезнях Они тоже могут быть Вот это надо учитывать Естественно Что Вряд ли Болезнь такая-то Полностью перейдет К внуку Или правнуку Но если есть Предрасположенность Какая-то генетическая Для образа жизни Он этот образ жизни Будет проводить То в этом случае Попадая В неприспособленную Для его жизни Среду Которую он сам же Себе может сделать То есть плохая экология Плохое питание Нервная обстановка Неправильные друзья Неправильное поведение В этом случае У них в породу Может быть То, что ты заметил Вот они едят Как свинья Там жрут все подряд А потом Что-то мы там болеем У нас там С сердцем проблема Что-то у нас там Печень забита вся И так далее Тому подобное То есть Для каждого зверька Есть своя норка Вот Надо с этого подходить И если зверек Из норки Пытается жить на дереве То в этом случае В конце концов Они будут падать Разбивать себе Там голову И будут Жалаться на то Что у них Постоянно в роду Головная боль Ну тут перейдите Норку жить То есть Мы с тобой рассматриваем Более интересную Взаимосвязь Нежели чем Рассматривают врачи Которых иногда спрашиваешь От чего камешки Бывают в печени Или в почках Он говорит Не знаю Мы это лечим Мы это просто лечим Вырезаем Раздробляем А вот почему они бывают Не знаем Вот И вот мы Не опускаемся В такой уровень Не знаем Мы пытаемся разобраться Пытаемся наблюдать За тем Что происходит И в том числе Учитываем все факторы Вот ты кармический задел А ведь это очень важный Кармический фактор Если у человека Верите в это Вы не верите Если у человека Не проработана Кармическая связь И он не делает Что-то для исправления То в этом случае Он усиливает Эту проблему А кармическая связь Может быть по роду Тоже передаваться Надо кому-то В конце концов Исправить Отвергали своих предков Ну значит Получайте по полной программе Будет разрушение рода Зачем вам нужны Такие предки Да Раз не нужны Тогда разрушение рода Происходит Происходит вырождение Вот и куча болезней Которые ведут К вырождению Это онкология В первую очередь Инсульты И так далее Ты же забываешь Своих предков Ну она получает Тебе обнизию памяти Грубо говоря Ну и так далее То есть мы с тобой Смотрим более глубоко Рассматривая Не только физиологию А еще и все Что с ней может быть связано И в том числе И родовые какие-то Особенности Поэтому полностью Отвергать бы я не стал А вот Сказал бы о том Что даже если у вас Где-то В роду Дедушка Прадедушка Болезнью Вам необходимо Разобраться А в каких условиях Они жили Вам необходимо Разобраться А как вы живете Вам необходимо Посмотреть А может быть Как раз у вас С точки зрения Генетически Эти продукты Вообще должны отсутствовать Или вы должны Жить не в этом поясе Например на юге Или на севере А может быть На западе Или на востоке Разобраться Как ведущий человек Разбирающийся в жизни Разбирается Так же и вам Разобраться И тогда Вот эта так сказать Генетическая особенность Она уйдет вообще в никуда И вы тогда Найдя свое место В этой жизни Будете существовать И жить здоровым человеком Исполняя свой По рождению долг В этой жизни Своё предназначение Вот как-то так Я думаю Ну да Я единственное Хотел еще добавить Что люди Со светлой пигментацией Со светлыми глазами Со светлыми волосами С светлым цветом волос Скажем Со светлым цветом кожи Они имеют Более нежные сосуды Люди с темной пигментацией Имеют более крепкие сосуды Вот на примере Вливания каких-то Внутривенных растворов Которые могут наказывать Влияние на стену сосудов Было подмечено Что Людям со светлой пигментацией Концентрация должна быть ниже Людям с темной пигментацией Можно делать более высокую Концентрацию Это вот к тому Что ты Я говорю Что человек там поджар И сосуды у него там Какие-то Да Я к тому и сказал Что У людей со светлой пигментацией Так устроено Что сосуды более нежные Они не то что более слабые Просто более восприимчивые С внутренней части К воздействию каких-то Допустим Факторов изнутри То ли это грибки То ли это вирусы То ли это Допустим Та же самая Перекись водорода Случайно попадающая В эти сосуды Ну да Ну мы К чему все это говорили Владимир Замотевич Не крышка тебе такая же Не переживай Нисколько Ни разу Просто обрати внимание На то Где жил Твой дед Как он жил Может быть Там у него такая была работа Что ну его нафиг Да Может быть он там Себя на этой работе Ты и жил Может быть он там Постоянно в стрессах Существовал Может быть ел что-то не то Может быть покуривал И Может быть там И попивал что-то Поэтому надо разобраться С его образом жизни Учесть Какие-то свои Генетические Родовые особенности Посмотреть Как он питался Чем питался И вот когда ты все вместе Это сложишь А не только Как врачи говорят Вот все проблемы Там вот У вас Болел там кто-то В роду А значит у вас Это самое будет Нет Такого однозначно Никто тебе не скажет Тем более Рядок тебе сказал Что нет генетической Предрасположенности К тому Чтобы верить Свято Что если вдруг Кто-то у тебя Помер от того Ты тоже помрешь Вот здесь я согласен С ряда Сто процентов Это надо учитывать Это надо учитывать Но все-таки Надо быть Здравомыслящим человеком И изучить Более подробно Свои корни Своё родовое наследие Кто ты Откуда Зачем Для чего И как Дед может быть Был на это заточен А у тебя Может быть Совсем другая программа Поэтому даже Даже с этой точки зрения Ты не умрешь От того же А что Умер дед Потому что Кому суждено Утонуть Тот не сгорит Вот Давайте так Рассуждать Дальше Пляшем Дальше Эдгар Вопрос в эфир Что конкретно Необходимо Для поддержки Сосудов Что Восстанавливает Сосуды Их Эластичность То есть Что восстанавливает Эластичность Сосудов Ну Прежде всего На состояние Сосудов Самый главный Влияющий фактор Это качество Крови Если качество Крови снижается Если она становится Густой Если она становится Кислотной То тут же Начинается ухудшение Состояния сосудов Они начинают Склерозироваться Могут появляться Атеросклеротические Бляшки Ну Почему появляются Атеросклеротические Бляшки Атеросклероз Это вирусное заболевание И Подобные Холестериновые Образования Они возникают Вследствие Наличия в организме Каких-то вирусов Обычный Это вирус герпеса Так вот Когда кровь Становится Густой Когда кровь Становится Кислотной Она уже Своих функций Защитных Не выполняет И тут В организме Приходят вирусы Гребы Кростейшие И все остальное И появляется Атеросклерот Сосудов Вот И появляются Там холестериновые Бляшки И тому подобное Но А вследствие чего Появляются Холестериновые Бляшки Зачем Нам вообще Нам нужен Холестерин Для того Чтобы затыкать Дырки в сосудах Образно говоря У некоторых Людей сосуды Здоровые А у некоторых Как Потрескавшись Шланг на солнце И вот Вот эти вот Трещинки Шланги В сосуде Нашем В этих местах Там скапливаются Хромбоциты И может получаться Тром Но Прежде всего Это качество крови Что Может влиять На качество крови Но Это Употребление Минимум Достаточного количества Жидкости Это раз Для чего Для того Чтобы кровь Была Само по себе Имела жидкую форму Тогда она может Протечь везде Тогда и состояние Сосудов Будет лучше И употребление Сбалансированного Питания То есть Количество Как минимум Количество кислотных Продуктов должно Равняться Количество щелочных И тогда PH-фактор Жидкостных сред Нашего организма Тоже будет В норме При этом Очень важно Чтобы вода Которую мы пьем Была Скажем так Жизнеспособной То есть Имела Окислитово-остановительный Потенциал И причем Не всякий А именно Отрицательно заряженный Это природное состояние И этот Отрицательно заряженный Окислитово-остановительный Потенциал Переходит Передается Нашим жидкостным Средам организма И в том числе Крови Это еще один из Факторов Здоровой крови Которая нужна Для того Чтобы сосуды Были нормальными Затем Очень большое Значение Имеет состояние Внутренних органов Рядом с крупными Артериями Такими как Желудок Который может Поддавливать Блешную орту Состояние кишечника Который может Поддавливать Также Другие отделы Это Состояние Нижних отделов Кишечника Это состояние Мышц Верхнего Клечевого Пояса Которые Могут Оказывать Также Влияние На сосуды То есть Это я уже Как опять же Более пространно Начинаю говорить А так Возвращаясь К более конкретному Ответу На вопрос Это Употребление Достаточного Количества Жидкости Это Употребление Может быть Таких Трав Как Боярищник Лещина Левизея Шлемник Байкальский Они будут Сохранять Эластичность Сосудов Это Регулярное Употребление Такого Антиоксиданта Как Дигидокверцетин Его Мы можем Получать Из В том числе Из петрушки Его Мы можем Получать Из Хвойных Пород Древесины Но В промышленном Варианте Это выпускается Как капилар Его делают Вернее Это Средство Оно Помогает Сохранить Эластичность Сосудов Его делают Из Древесины Кедра Поскольку Я знаю Промышленным Способом Эффективность Его В сети Полно Рецептов Оригиналов Как Девокверцетина Вернее Начну не так Скажу об этом иначе Был такой Выдающийся Ученый Вот Радимин И он Создал Бальзам Радимина В котором Пописал Рецепт Получения Дигидокверцетина И вот Обратившись К этому Составу Мне кажется Даже есть Сайт Где они Объясняют Показывают И кое-что Реализуют Так вот Потребление Бальзама Радимина Очень Вложительно Сказывается В целом На состояние Сосудов Вот Это тоже Такой Очень важный Фактор То есть Побольше воды Употреблять Какие-то травки Как можно Меньше Нервничать Ну и правильно Питаться Это основное Основные действия Которые можно Предпринимать Для того Чтобы Ваши сосуды Были эластичными Хорошими Здоровыми Ну и еще Обязательно Конечно Двигательная Активность Ежедневная Хотя бы Если уж не бегаете Спортзала У вас нет Проходите Хотя бы Не менее Пяти километров В сутки Алексей Ясно Ясно Идем дальше Я сейчас просто За чатом слежу Очень интересная Дискуссия Что говорят Ну как бы Вот к этой теме Пока не очень Много говорят Единственное Есть уточнение Единственное Есть уточнение Что от Владимира Замытича По поводу деда Дед был летчиком Военным летчиком Ну это стрессы Конечно Стрессы Перегрузки Так что Здесь Да мало ли что Так что Вот здесь Надо все это Внимательно Рассматривать Все сторонние А не просто Как-то На что-то одно Обращать внимание Остальное все Откладывать Куда-то за уголок Как будто бы Этого и нет Инсульты Инсульты зачастую Могут происходить Не только во время Каких-то переживаний Но и во время Радостных событий Человек нервно Возбуждается Во время Того Как испытывает радость И здесь у него Тоже может происходить Удар Поэтому иметь В виду Вот Так вот Так вот Принято Вопрос эфира От Андрея Из Екатеринбурга Арират Отец страдал Сердечно-сосудистыми Заболеваниями И погиб от тромба Как оградить себя И сына От подобного Благодарю Вот тромб Здесь не уточнено Тромб куда В сердце вошел Там да И все заклинило Или все-таки Что-то там В голове перекрыл Или может быть Бывают тромбы еще Которые перекрывают Движение там Крови например В ноге Да И там вплоть до ампутации Ну вот так Условно Ну здесь опять же Можно пропить травки Для разжижения крови Тот же самый Донник желтый Здесь можно Проколоть соду Внутри вены Ну поскольку Сын маленький Наверное не обязательно А вот Пиявок проставить Будет целесообразно Профилактически Проставить пиявок По всему организму Пройти такой Кос Ну просто Как бы сведения Имейте ввиду Что курс пиявок Он должен Примерно составлять Одна пиявка На килограмм Вашего веса То есть вот сколько вы весите Допустим 60 килограмм Вот курс ваших Ваших постановок 60 пиявок И Как нужно распределить Эти 60 пиявок Там вот 8 до 12 15 постановок Так чтобы По всему телу Распределить И тогда Если вы обставите Все тело пиявками То в принципе Можно Предполагать Что уже Тромбообразование Если предположить Что вы можете Быть к этому Склонны Ну уже не должно быть Понятно Понятно Так Идем дальше Вопрос эфира Данила Здравия Со ведущим Ари Рат А насколько Приемлемо И безопасно Для обывателя Кровопускание Из вен До более светлой крови Для ускорения Восстановления После инсульта Ведь Венозная кровь Темна сама по себе Может вернее Будет спустить Какой-то Конкретный Объем крови В соответствии С возрастом И объемом тела Человека Благодарю за ответ Благодарю за вопрос Значит Сразу Последняя часть Вопроса Ко самого Объема Какого-то Конкретного Объема крови Но Я не могу Назвать Конкретного Объема Крови Хотя бы Исходя из того Что у всех людей Объем циркулирующей Крови Может быть Различен И при Различных Психоэмоциональных Состояниях В которых Может происходить Инсульт Он может Увеличиваться За счет Такого эффекта Как кавитация То есть Допустим У человека У солдата В бою У воина В бою Объем Циркулирующей Крови Может достигать 30 литров У Скажем так Анемичного Человека Объем крови Может быть 4 Даже и менее Количества Литров Поэтому Какого-то Определенного Объема Крови Если человек Допустим Начал нервничать Очень сильно Возбудился У него случился Удар И здесь Предполагать Какой именно Объем крови Спустить нужно Касаемо Объема крови Здесь нет Такого четкого Указания В принципе Быть не может Второе Вернее не второе А далее Перехожу Тогда к началу Вопроса Насколько я помню Человек Интересовался Каким способом Безопасно Небезопасно Здесь Говоря О Спускании Крови Из Вены В области Локтевого Сгиба Можно Использовать Медицинскую Стерильную Иглу Вы Просто Вводите Вену Не вы Но Может быть Человек Этим Владеет Естественно Когда я Говорю О Перевыпускании Из вены Локтевого Сгиба Я не имею Ввиду Подрезку Этих Вен Хотя Такой Способ Практиковался Но Практиковался Профессионалами Людьми Которые Этим Занимаются Постоянно Знают Все нюансы Этой деятельности Конечно Обывателям Тем Кто Ни разу С этим Не сталкивался Использовать Этот метод Без Специальной Предварительной Подготовки Очень Неслесообразно Но Вот Использование Обычной Медицинской Иглы В принципе Здесь Не нужно Ставить Капельницы Не нужно Делать Укол У многих Вены В области Локтевого Сгиба Достаточно Передавить Руку В области Бицепса Это Увидеть Эту вену И воткнуть Просто В нее Медицинскую Вну Там Будет Течь Кровь Понятно Что То О чем Я сейчас Говорю Это Некоторых Может Не то Что Шокировать Но Привести В какое-то Замешательство Они могут Быть Несогласны Но Инсульт Это Критическая Ситуация Жизни Человека И Здесь Для того Чтобы Спасти Поправить Положение Необходимо Использовать Неординарные И очень Действенные Способы Если По своему Складу Характера Вы Не способны Проводить Такие мероприятия То конечно За них Лучше Не браться Потому что Начнете Что-то делать И сами Вы Падете От вида Крови То есть Человеку Нужно быть Эмоционально Морально Подготовленным Волевым И Сдержанным Способным Контролировать Свои эмоции При проведении Таких Процедур А использование При этом Медицинской Иглы Делает Эту процедуру Безопасной То есть Вы получаете Малое Повреждение Вены Через нее Выходит Небольшое Количество Крови Причем Выделение Этой крови При помощи Иглы Контролируемо В любой момент Вы либо можете Извлечь Иглу Из вены Либо Допустим Ставить шприц Вот этот Наконечник И так далее Вот И согнув Руку В локте Приложив Вату Вы Прекратите Крововыделение Из этой вены То есть Опасного Здесь нет Ничего Абсолютного Что касается Там Следующей части Вопроса Когда Говорится о том Что кровь Обычно У человека Венозная Темного цвета Это действительно Так Венозная Кровь Темного цвета Более Светлый Цвет Крови Свидетельствует О наличии Кислорода В ней То есть В чем разница Почему Венозная Кровь Темная Артериальная Кровь Светлая Наличие Кислорода Кровь Обогащенная Кислородом Она светлая Кровь Более Темная Она И данный Кислород И богат Углекислым Газом И когда В рекомендациях Говорится О том Что Хорошо Спустить Темную Кровь До Появления Светлой Крови Это Действительно Так Такое Действительно Может Быть Понимает Человек Который Задавал Вопрос Он же Его не зря Задавал На будущее Я хочу Сказать Что Действительно Достижение Такого Эффекта Возможных Он может Помогать Алексей Понятно Понятно Так же Еще Хотел Допомнить Что В принципе Один из Факторов При инсульте Это Эпоксия Головного Мозга То есть Нарушение Поступления Кислорода Так вот Дождаться Пока Начнет Выходить Из вены Светлой Крови Так как раз Мы В принципе Можем убедиться О том Что Организм Достаточно Насыщен Кислородом И вообще Уменьшение Общего Объема Циркулирующей Крови Она Не она А она Процедура Запутался Маленько Вот эта Процедура Она Способствует Снижению Давления И соответственно Она способствует Тому Что При инсульте Головной Мозг При разрыве Сосуда Будет Вытекать Меньше Количество Крови Соответственно Будет Меньше Давление На Участок Головного Мозга И Более Лояльные Последствия Так Согласен С тобой Что Здесь Даже Очевидно Польза От кровопускания Так называемого Если вдруг Очень высокое Давление И Лицо Уже Побагровело И В глазах Уже Темнеть Начинает То Мне кажется Лучше Потерять Пол-литра Крови И Спокоиться Чтобы давление Спало Нежели Чем Потом Смотреть На Лежащее Тело Которое Парализовано К примеру И к тому же Для людей Может быть Которые не сталкивались С этим Я хочу Заметить Что В принципе При повреждении Вены Кровотечение Должно Прекратиться Через 2-5 минут То есть Повредив Вену Вы Никогда Не погибнете От этого При условии Того Что у вас Количество Тромбоцитов В крови Нормальное Если у вас Нет тромбопении Если у вас Нет плохой Свертывайся Крови Если у вас Здесь все нормально То Через 2-5 минут В принципе Венозное Кровотечение В принципе Даже практически Какую бы Травму Не нанесли Вены Хоть вы ее Перерезали В этом случае Ток По этой вене Прекратится Откроются Какие-то Бодные сосуды Канал И кровь Будет течь По другому Руслу И через 2-5 минут Из этой вены Уже ничего Не будет вытекать Здесь надо Наверное Все-таки Уточнить Что это Происходит На открытом воздухе А не в жидкости Ну да На открытом воздухе Не в жидкости Конечно Это первая очередь И второе Я бы все-таки Так резко Не заявлял По поводу Полости Перерезки Вены Это конечно Случай Такой же Из ряда Вон выходящий Но да На всякий случай Если травма Допустим Произошла Человек Поранил руку И у него Там из вены Хлещет кровь И не допустим Нечем перетянуть Чтобы прекратить Это кровоснабжение Чтобы человек Не падал духом Чтобы он Не впадал В паническое состояние Нужно иметь ввиду Что если у вас Нормально все скроют Через 2-5 минут У вас кровотечение Там остановится Хорошо Значит Друзья мои Если вдруг Что-то случилось У вас Вот к чему Просто мы это говорим Если вдруг Что-то случилось Где-то вдруг Повреждение какое-то Кровь стала лить Во-первых Не надо себе В голову убивать Что я обязательно помру Мы конечно же Все помрем Здесь бесконечно Делать что-то На этой земле Невозможно Всю землю мы изучим Все будет понятно А мы так и не умираем Дальше развития нет Ну скучновато становится Согласитесь Как будто бы Нас засунули Уже там В десятый или сотый раз В первый класс Где все уже понятно И обыденно Вот И все Дети новые И они все С теми же глупостями Что и сам когда-то был Тебе хочется развиваться А уйти из этого первого класса Не может Ну согласитесь Дурацкая ситуация Ее можно только с адом Сравнить Вот А в аду Жить сами понимаете Не очень хорошо Вот поэтому Все мы помрем Этого бояться не надо И надо воспринимать так Что смерть Это всего лишь навсего Переход в новое состояние Где будут определенные действия Определены Некоторые коррекции Сделаны И после этого Будет дано новое тело Для того чтобы Дальше совершенствоваться Ну а с какой целью Совершенствоваться Я думаю Совершенствоваться Я думаю Каждый для себя решит Вот Поэтому не надо бояться Вот того Что я помру Ну и в то же время Не надо смотреть Просто И не предпринять Каких-то действий Потому что Рерат сказал Что все там Оно закупорится Само Нет Просто С сознанием Того Что вы делаете Взять Перекрыть Эту вену Подручными средствами Сделать что-то Необходимое Но без Суеты Без криков Без воплей Без визгов И без дрожания Потому что Самое страшное Это паника А паника Когда еще Выбрасываются Определенные гормоны В организм То они могут Еще дополнительно Разжижать кровь Вот это тоже Надо учитывать Потому что На какую панику Вы попадете Еще неизвестно Может быть наоборот Ваши тромбы Будут разбиваться Вот этими гормонами Так Хорошо Идем дальше Интересно У нас разворачивается Эфир Вопрос От Виталия Из Эстонии Реплика в эфир Насколько я знаю У первого поколения Кровь обычно густая Уже в следующем поколении Она жиже Потом еще жиже Вопрос В эфир Получалось Получалось ли тебе Видеть такой эффект Я представляю Так Сотое поколение И такой врач Выходит Пробу крови И говорит А в вашей воде Крови-то В общем-то Как-то и нет Что скажешь По этому поводу Благодарю за вопрос Я Честно говоря Не знаю Как отнестись Потому что Я не вижу Даже логической закономерности Здесь сравнивая С существующей Действительностью Если вот Сто поколений назад Получается У людей В крови По венам Гель Тек Теперь у нас Какая-то такая Что-то более Но Это конечно абстрактно Но даже Работая с Тремя поколениями Иногда так бывает Работая с бабушкой С сыном С внуком Разницы я не наблюдал Иногда даже бывает Так что У младших поколений Кровь более густая Чем у старших Бывает у подростков Очень густая кровь Вследствие интоксикации Вследствие того Что они Мало воды пьют Вследствие того Что едят Очень много Кислотных продуктов Кока-кола Макдональдс И так далее То у них кровь Может быть гораздо хуже Нежели у их бабушки Которая ведет Относительно Более-менее здоровый Образ жизни И пьет Достаточное количество Жидкости Поэтому В своей практике Я такого не наблюдал И иногда даже Наблюдал обратно Наблюдал обратно Что наоборот Более густая становится Хорошо Так идем дальше Вопрос эфир От Владимира Изматиевич Арират Переохлаждение Может вызывать Сгущение крови И инсульт Как ты думаешь? Ну Переохлаждение Сгущение крови И инсульт Я честно говоря Над этим никогда не думал Не ну вот идет человек И холодным Становится Вот он так охлаждается 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 Бабах И у него кровь стала густая А там дальше Бабах И получает удар Нужно тут разобраться Что происходит в организме Когда человек Подвергается холоду Когда он начинает Переохлаждаться В этом случае Кровь у человека Переливает к внутренним органам Она оттекает От конечности Она оттекает из мышц Она оттекает Из прочих Структур Где ее присутствие Не обязательно И перетекает К внутренним органам Для того Чтобы их греть Это тогда Когда человек Допустим Находится в холоде Или замерзает При этом Инсульт может случиться В том случае Если человек Мерзнет и нервничает Либо в том случае Если у него Присутствует Уже проблема Сосудов головного мозга И усиленное Кровоснабжение Главного мозга Кровью Привело К повышению Давления В этих сосудах Тогда тоже Может быть инсульт А непосредственное Воздействие Холода На сосуды Естественно При холоде Сосуды Допустим Периферические Сжимаются Это в основном Капиллярные Если температура Тела поддерживается На прежнем уровне То внутренние Сосуды Не подвержены Сжатию Крайне мере Глобального Венозные сосуды Которые не имеют Собственной мышечной Структуры Они могут Еще каким-то образом Сужаться от холода Но Артериальные сосуды А ведь Когда мы говорим Об инсульте Мы рассматриваем Прежде всего Артериальные сосуды Они Я считаю Что Никаким образом Влиять То что человек Находится на холоде И случился инсульт Мое мнение Такое что не может Хорошо Вот и успокоил Называется Идем дальше Идем дальше Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Доброго здравия Рират Основными причинами Инсульта Является Бесспорное употребление Алкоголя Постоянные стрессы И избыток веса Ну во-первых Выдавали это Наверное Заявление Бесспорное Что алкоголь Постоянные стрессы И избыток веса Так ли это на самом деле Ну конечно Это факторы Которые влияют Ускоряют Наступление инсульта Алкоголь Во-первых Он загущает кровь Раз Во-вторых Он один из Максимальных Ну наверное Максимальный кислотный продукт Который человек Может потреблять То есть Приводит в кровь Ненадлежащее состояние Вот Избыточный вес Конечно Он влияет на И нагрузку на сердце И нагрузку на сосудов Потому что Чем больше объем тела Тем больше нужно Клою и сердцу Перекачивать И сосудом Тем больше нужно работать Почему сосудом работать Потому что Кровь по организму Перекачивает Не только сердце Но и сосуды Стенки сосудов сокращаются Чем активнее Естественно Не сокращается Тем больше Происходит Их износ И тем самым Можно объяснить Излишний вес И нагрузку на сосуды Вот Ну и Что там еще Алкоголь Постоянные стрессы Избыток веса Постоянные стрессы Объясняются тем Что Вернее не тем Что Какая их взаимосвязь Между инсультами С инсультами Тем что Вообще Работа сосудов И сердечно-сосудистой системы Управляется По помощи Нервных окончаний И если Нервная система Находится в возбуждении Или в перевозбуждении То Соответственно К сосудам Уже идет Нервная интуиция И начинает Нервную работу Сокращается Спазмируется Напрягается Вот И отсюда Конечно При снижении Просвета сосудов И допустим Каким-то Или прежний Объем циркулирующей крови Осталось Или каким-то образом Он увеличился То естественно Повысится давление И велика вероятность Наступления инсульта Другое дело Что наверное Человек Задавающий вопрос Имел ввиду Что Много инсультов Происходит Во время Распития спиртных напитков В состоянии Алкогольного опьянения Но Еще Больше их происходит В тех случаях Когда человек При этом курит То есть Здесь происходит Абсолютно Противоположный эффект Алкоголь До известной степени Может расширять сосуды Воздействуя Не сам по себе Воздействуя На нервную систему Притупляя ее И происходит Некоторое расширение А курение В этом случае Наоборот Уменьшает Просвет сосудов И вот На Стыке этого взаимодействия Увеличения Уменьшения Могут происходить Различные такие коллизии В том числе Я думаю Я думаю Что алкоголь Табак Правда Я никогда не называю Алкоголь Все-таки Напитком Напиток Это слово Питает Идет Это слово Питать Да Алкоголь Все-таки Это некое Изделие Травящее Или Медицинское Для определенных Целей Уже мы Про наркотики Как-то говорили Вот Что Употреблять Лекарства Не по назначению Это то же самое Что Как вот Представь себе Насыпать Разных лекарств Тарелку суповую И сидеть ложками В обед Ее есть Вот из этой же серии Это глупо Это разрушительно Это не по-человечески Если наркотик Существует какой-то Он должен приниматься По назначению Например Идет война Человека ранило Необходимо добраться До госпиталя У него шок Например Вот в этом случае Наркотик примиряется Чтобы человек выжил Чтобы мог какую-то Функциональность свою Проявлять Чтобы он дожил И так далее И тому подобное Вот только в этих случаях Наркотики Необходимо применять А употреблять их В обычной жизни Это преступление Перед собой Перед теми Кому вы доставляете Проблемы И вообще Преступление Ну Сверх дурость То есть Человек себя превращает В существо Даже ниже Человекообразного Я считаю Я считаю Что это Страшно Поэтому Никогда Алкоголь Не являлся Напитком Он являлся Или Средством Определенным Для определенных Целей Ну при этом Дезинфекция К примеру Или Может быть Какой-то В крайнем случае Настой Если невозможно Другим способом Что-то вытащить Нет под рукой Или как именно Наркотик Который Необходимо Что-то снять Не более того Если он Не по назначению То это является Уже разрушение И мы всегда говорили Мы против Выпивки В любом случае За столом В компании Где-то там На природе В любом случае Мы против того Чтобы вы себя уничтожали Поэтому Это не напиток Это дурманище Уничтожающее Средство Да В страшных случаях Оно необходимо Для того Чтобы что-то сделать Но это надо делать Осознанно Понимаю Вот Стрессы Так понятны Избыток веса Курев разобрались И вот смотри Что получается Вот ты стал говорить Про большой вес Да И ведь что Интересно Вот можете представить У меня пример есть Когда в возрасте Скажем так До 18 лет Девушка была Стройная Стройная Ну как березка А годам 30 Вот такая тетя становится Такая серьезная Серьезная тетя Вот что там Ну два обхвата В три прихлопа Там не перепрыгнешь Не обижишь Проще перепрыгнуть Ну бывает такое Стрессы те же самые Доводят Неправильное питание Неправильный взгляд На жизнь И так далее И тому подобное И вот что же получается Ведь Вот этот вес А там больше всего Скорее всего Жировая масса Насколько я предполагаю Они же так или иначе Действуют Как изнутри сосудов Так и на поверхность Сосудов Снаружи этих сосудов Плюс ко всему Забиваются сосуды Да Растягиваются Поскольку увеличивается Ткани Количество ткани увеличится Сосудам надо куда-то там добраться Объем увеличится Он растягивается Может очень тоненьким становиться Его стеночки И так далее Вот что ты по этому поводу скажешь Ну Что я могу сказать Думаю что Набор такого веса Конечно Неприятен Для человека Нецелесообразен Но о том что Состояние сосудов У человека С таким весом Ну Я знаю что Всегда при изменении При каких-то Не то что изменении При наличии напряжения В внутренних органах Всегда происходит Деформация И подводящих К этим органам Артерии Вот Ну это примерно То о чем ты говорил То есть они Там могут Дотягиваться Вот Соответственно Из-за этого Стенки Их может истенчаться Вообще Из-за качества крови Стенка может истенчаться Могут появляться Анемризмы И так далее Ну Что могу сказать Я с тобой Как всегда согласен Нет Ну как всегда Со мной не надо соглашаться Надо все-таки Потому Правда это или неправда С твоей точки зрения Хорошо Идем дальше Итак Правда Правда неправда Ты знаешь Вот на самом деле Я не сталкивался с тем Чтобы Как ты сказал Сосуд Именно Вот так вот Растягивался Растягивался А потом становился Как ниточка Но Я думаю Что все-таки Сосуд Немного растет Да Он растет Растет Но просто Набор вес Давай тогда Хорошо Ладно Это поскольку Ни тобой Немного не доказано Это просто мои слова И не более того Да Давай тогда С другой точки зрения Посмотрим Все-таки Их Если не растут Становится Намного больше Ну да Длина сосудистого Русла Укличивается Конечно И естественно Что поскольку Там много жира Много вот этих Всяких Наслоений То в этом случае Они так или иначе Или закупоривают Или мешают Проходу При давлении Как внутренний нарост Так и снаружи То в этом случае Необходимо Очень часто бывает Пропихивать кровь Туда куда Куда ее нужно Пропихнуть Все-таки Сигналы идут От клеток Ребята В мозг Нам тут не хватает Кислорода Нам тут не хватает Питательных веществ Заберите от нас Те фекалии Которые мы выработали Кислоту отведите от нас Дайте нам свежачка Вот И сердце Начинает вдруг работать Потому что Бывает так Что человек поел Вроде бы команда была Что сейчас 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 Мы вам дадим Покушать А они Сед и голодают И вот Сердечко Начинает активно работать Здесь увеличивается Здесь падает И так далее И тому подобное Плюс ко всему Надо учитывать Что все-таки Когда уже Возраст Ближе к сорока А сейчас Это может быть И раньше То Человеческий организм Работает уже Неправильно И очень часто Бывает такое Что даже В возрасте До сорока лет У человека Вдруг появляется То высокое давление То перепад На низкое давление То так скачет Туда-сюда Уж там К шестидесяти К восьмидесяти годам Я вообще молчу Сейчас это Основная проблема Это Скажем так Трудный поход На белого друга Вот То запоры постоянные Да То Какая-то там Проблема С тем Что не успеть бы Добежать до таблетки Или повышающей Или понижающей Давление Вот Если рассмотреть Внимательно Как мы плохо В кавычках Живем То мы увидим Что такие все тучные Люди становятся Прям так В метро Так всем Не хватает места Раньше так Садились спокойненько Если человек На эту лавочку Сидели хорошо А тут Лавочки какие-то Маленькие становятся Для всех Как-то не вмещаются все Вот Плохо живем Так знаешь Ну ладно Я понял Алексей Еще возвращаясь К этому вопросу Я думаю Что Свисообразно Добавить Что У полных людей Тучных У них Еще значительное Количество веса Вернее Не значительное Веса А значительное Количество Телес Еще Исходит Немного На животе Кровь Разговаривать Разговаривать Хотелось бы И так далее Все это Оказывает Влияние На наш Организм Естественно Если Мы знаем Что у нас Есть слабость Сердечно-сосудистой Системы То Не следует Подвергать Себе Большим Нагрузкам А именно Длительные Перелеты Восхождение В горы Там Где уже Сниженное Давление Кислорода Неразряженный Воздух Нужно Понимать Что Аклиматизация Человека Происходит Порядка Двух Недель Если Вы К примеру Прилетели В Таиланд Летели 10-11 Часов На самолете Слезли С него Сразу Начали Глотать Какое-то Зелье Вредное И тут же При этом Вас повезли Куда-нибудь В горы Или На парашюте Начали вас Поднимать Вверх Вот здесь Конечно Существует Большая опасность Того Что Ваша Сердечно-сосудистая Система Может не выдержать Что она На пределе Конечно Две недели Аклиматизироваться Вряд ли Кто-то будет Но Хотя бы День Два Три Как-то Поберечься В себе В новой Обстановке Это необходимо Может быть Так Алексей Может быть Так Но главное Потом Не забыть Что когда Вы отдохнули Обратный перелет Тоже никто Не отменял Поэтому Впрягаться В работу По полной Программе Завтра Выпрыгивая И начинать Как белка В колесе Прыгать Наверное Тоже Смысла Нет Иначе Аклиматизация Аклиматизация Все-таки Требуется Не только В сторону Перелета К месту Отдыха Так называемого Но и Обратно Вот Ну и Не забывайте Что все-таки Пища Другая Вода Другая Воздух Другой Солнышко По-другому Светит Все это Учитывайте Перегрелись Что-то Как сказать Зелье Но зелье Я воспринимаю Все-таки Надеюсь Что это Не какие-то Алкогольные Пойла Экзотического Вкуса И содержания Цветоносные Вот А все-таки Это Какие-то Питательные Вещества Всякие Фрукты Экзотические Тоже Кстати Не для нашей Полосы Которые Они тоже Могут Повлиять Иметь это Ввиду Надо Чтобы Привычнее Было Сейчас Ну Что касается Тех же Самых Фруктов На самом деле Действительно Некоторые Фрукты Таким образом Экзотически Влияют С чем-то новым Сталкиваетесь То Жидательно Начинать С каких-то Малых Доз Вот Наверное Так Дальше Вопрос В эфир От Владимира Изматищ Арират Какой набор Факторов Гарантированно Приводит К инсульту Ну С моей точки Зрения Так вот Портрет Идеального Инсультника Который Вот-вот Сейчас у него Случится Это Человек Злоупотребляющий Спиртным Раз Курильщик Два Психопат Одновременно При этом Ну И Ведущий Распутный Образ жизни Который Пытается Не пойми Чем Наверное Вот так А И не пьющий Практически Вообще Воду И употребляющий Сплошную Какую-то Газировку Ну Таких Сейчас много Согласен С тобой Согласен Что У нас Люди Заменяют Воду На То Что На Растворы На Растворы Вот Растворы Сахарно-кислотные Газированные Это в большом количестве Растворы Завары Каких-то Черных зерен Помолотых Вот Каких-то Засушенных Травок Выращенных Не в нашей полосе А привезенных Из Гойр Цейлона Тайваня Китая И может быть Индии Вот эти все Проблемки Надо Вот эти все вопросы Вернее Надо учитывать Поэтому Конкретно Мне кажется Владимир Мы тебе не скажем Какой удар Головой Об стену Будет Летальным И который Приведет Может быть К смерти Ну вот Уже Мне кажется Говорили Очень много Надо Надо следить За собой Вот здесь вопрос А кисель Можно Как ты думаешь Кисель Можно Нет Кисель Нужно Полезно Конечно Особенно Который Синим Йодом Называется Вот это кисель Вообще Очень полезно Что это такое За синий йод Синий йод Ну это Очень хорошее Средство Для желудочно-кишечного Тракта Готовить его Тоже Легко Там Используется Значит Крахмал Там Используется Лимонная кислота А там Используется Йод И вот Можно Приготовить Синий йод Он будет Помогать При различных Проблемах Желудочно-кишечного Тракта Начиная от Каких-то Воспалений Эрозии Заканчивая Язвами Во время Великой Отечественной Войны Успешно Лечили Язвенные Процессы Воспалительные Процессы Кишечника А пропорции Этого киселя Ты можешь Как-то Озвучить К примеру Там Взяли Три ложки Того-то Добавили Ложку Сего-то И 10 капель Того-то Условно Или так На глазок Все Как в анекдоте Про собаку Там не на глазок Там есть точная Концентрация Сейчас Нужно Немножко Зависит Справочный Материал Чтобы более Точно Ладно Хорошо Пока ты лазишь В материале Справочном Я вот Думаю О следующем Что во-первых Опять же Крахмал Вот в чистом виде Тот крахмал Который употребляется В киселях Это конечно Штука такая Интересная Достаточно Но не забывайте Что в чистом виде Крахмал Он Ну как-то Не совсем полезен Примерно То же самое С той же серией Как например Кушать одну картошку Постоянно Или кушать Одни бананы Постоянно Люди Которые Склонны К забиванию Сосудов Печени Почек И других органов Вот Веществами Крахмалистыми То есть То что содержится Крахмала Вот наверное Кисель Здесь надо быть Поосторожнее С киселем Поэтому Круто же Алексей Понимаешь Все хорошо в меру Правильно Вообще Что такое крахмал Крахмал Это природный полимер Условно говоря Природная пластмасса И человек Который Много Употребляет Крахмала То есть Либо это Картофель Либо это Кукуруза Он Ну условно говоря Опять же Так Забивает себя Природной пластмассой И Исходя из того Постулата Что мы то Что мы едим Получается Через Порядка 7 лет Активного питания Картошкой Кукурузой Такой Природно Пластмассовый Человек Вот Ну и так Значит Рецепт Приготовления Синего йода Мы берем 10 грамм Картофельного Крахмала То есть Примерно Одну чайную Ложку Сверху Растворяем В 50 мл Теплой воды Вот Размешиваем Добавляем Чайную ложку Мёда Ну такой С горкой Можно Ну или полторы Чайной ложки Если без горки И добавляем 0,4 грамма Лимонной кислоты Это буквально Несколько Кристалликов Всё это Перемешиваем Между собой Размешиваем Параллельно С этим Кипятим 150 мл Воды Вот Вливаем Туда Вот это Вот Наше содержимое Нашу смесь Вот Завариваем Просто не варим А именно Просто завариваем Доводим до кипения Охлаждаем И После того Как мы охладили Вливаем Ну как охладили Ну до комнатной температуры Остыл И вот После того Как он остыл Мы вливаем Одну чайную ложку 50% Спиртового Раствора йода Ну то есть Обычного йода Который продают В аптеке Чайную ложку Но всё То что я перечислил И раствор Получает интенсивный Синий цвет И получается Такой синий йод Прекрасное средство Которое лечит ЖКТ Опять же Вся проблема Часто у нас заключается В том Что мы путаем Между собой Лекарство и пищу То же самое Молоко Это прекрасное лекарство Но почему-то Мы начинаем Этим лекарством Интенсивно питаться Может быть Вот допустим Там в размере 10 грамм Это лекарство Если это крахмал Мы употребляем Килограммами В виде там Какой-то жареной картошки Это уже вред Поэтому Всё хорошо в меру Я думаю И использование Вот этого рецепта Синего йода Оно поможет Сохранить Желудочно-кишечный тракт В нормальном состоянии Если же Есть уже Какие-то проблемки То синий йод Поможет их исправить Вот Наверное Так Да Вот тем Кто находится в чате Здесь видна ссылочка Данил сбросил синий йод Приготовление синего йода Дома И вот ссылка на ютуб Не знаю Насколько она достоверна Но ссылки поступают Так что Если вы ещё не в чате То имейте в виду В чате Иногда появляются Иллюстрации К тому что мы рассказываем Но надо опять же Учитывать И то что Всё-таки Эти иллюстрации Нами пока ещё Не были проверены Так что Будьте Бдительны товарищи Будьте Внимательны Дальше здесь Эдгар написал Но это же не каждый день Потреблять Но я согласен Поэтому я и сказал Что друзья Как-то это Будьте поосторожней А квас Можно? Вот про кисель понятно А квас Можно? Квас Если вы его сами Приготовили Из бездрожжевого хлеба Из ржаного И из корочек Тогда конечно можно А если В магазине хотите Пытаетесь купить Тогда Я бы не советовал Потреблять Такой продукт Но это моё личное мнение Полностью с тобой согласен И ещё мало того Скажу Что квас Это не обязательно Без дрожжевой хлеба Не обязательно корочки Квас Это всё Что квасится Вот есть Квашеная капуста Вот поэтому Если вы будете Применять тот же принцип Закваски Только в разжиженном виде Вы будете получать квас Квас можно готовить Из капусты Квас можно готовить Из редьки Из репы Из свёклы Из добавления злаковых Из овса И так далее И тому подобное Квасов существует Огромное количество И причём Все они Приготавливаются Без дрожжей То есть Если вы применяете Дрожжи Это называется Брага Вот для себя Сделать такой простой вывод Раз навсегда Брага Это где есть дрожжи Где Происходят процессы Квашения Сквашивания Полезные для нашего организма Где не выделяется Вот в большом количестве Когда при дрожжевом брожении Не выделяется спирт И не выделяется Много другого чего То это полезно И в этом случае Тогда вы себе Приносите благо Но опять же В нормальных Как бы В меру То что ты сказал Да В нормальных пропорциях И количествах Вот Идем дальше Вопрос в эфир От Владимира Измытич Арират Какие пищевые добавки Е Могут вызывать Инсульт Ну Своему стыду Владимира Я не помню На память Все эти пищевые добавки Вот Я думаю Я думаю Здесь интернет Лучше Подскажет И объяснит Чем я Наш друг Пиши Читай интернет Нам всем в помощь На самом деле Есть списки Причем Вполне Достоверные О том Что многие Химические Вещества Закамуфлированные Под Е Это такая Буквка Преавределяющая Химические Вещества Употребляемые В частности В пищевой промышленности Они Весьма Неполезны А многие Даже Весьма Вредны Вот поэтому Если в интернете Поищите Вредные Добавки Е То Будет вам Понятно Что Не надо Употреблять Что Лучше Воздержаться Что Является Отчасти Даже Полезным У нас Был как-то Разговор О том Что Е500 Вот Если помнишь Да Это как раз Оказалась Сода Да Обыкновенная Пищевая Сода Просто По стандарту Мировому И европейскому В частности Вот она Обозначается Е500 Если Конечно же И соду Причистить К разрушающим Элементам Ну В химии То в общем То Тогда Мы Дойдем До Абсурда С другой Стороны Опять же Все Может быть И ядом И лекарством В зависимости От дозы Можно Конечно И содой Себя Потравить Если уж Очень Постараться Так что Давайте Не будем Однозначно Каких-то Выводов Делать А просто Постараемся Разбираться А что Конкретно Перед нами Вот эта Циферка Е Такое-то Такое-то Означает И к чему Приведет Ее употребление Даже в малой дозе Вот И тогда Здравомыслие У вас Проявится И мы Будем Счастливы Что Наша Передача Оказала Очень Полезный Эффект Вы становитесь Здравомыслие Да А вот Кстати Если Принять Тот постулат За истинный Что Болезни Немного Много Разновидностей Я о чем Хочу сказать О том Что Я бы Допустим Если бы Меня спросили Я бы так Классифицировал Болезнь крови Болезнь Лимфатической Системы Болезни печени Ну так А потом Уже Какая разновидность Это уже Дело пятое Так вот Я считаю Что любые Добавки Какие бы Они ни были Ну за исключением Конечно Нашего любимого Е500 Они Могут Вызвать И способствовать Наступлению Инсульта Почему Потому что В любом случае Они закисляют Организм Тем самым Влияют на Качество крови Делают ее Боликислотными И так далее А посредованно Через кровь Влияют на Качество сосудов И тем самым Могут вызывать Инсульт Причем Многие из этих Добавок Могут влиять Еще на печень И тем самым Опосредованно Влиять на Психоэмоциональное Состояние Поскольку Человек С патологичной Печенью Он уже Более агрессивен Более Злобный Более вспыльчивый Растражительный То Соответственно Такой человек Более подвержен Таким эмоциональным Скачкам Пиком Кризам Поднятия давления Ну и соответственно Сосуды его Такие ломкие Подвержены Парагогам Ну я думаю Что наверное Все Е Приключения Е500 Они способствуют Тому что может Возникнуть Инсульт Я бы так Про все Опять же Не говорил Надо еще раз Относиться Более сдержанно К таким заявлениям Все Потому что Кроме соды Там я уверен Есть какие-то Менее Опасные вещества Вот И может быть Даже в чем-то Полезные Может быть Там какие-то Естественные кислоты Которые являются Консервантами Ну условно Консерванты В природе Существуют Мы об этом знаем И они Каким-то образом Тоже могли Обозначаться Поэтому помимо Соды Е500 Там могут быть Еще и консерванты Какие-то Совершенно безопасные Для человека В определенном количестве А может быть Даже где-то и полезные Так что Просто давайте Проявим Здравомыслие Просто посмотрим Внимательно Лучшие природные Да Лучшие природные Консерванты Это мед Нужно везде Добавлять мед Где нужны Консерванты Нужно везде Добавлять мед Слушайте пасечника Совет от пасечника С тобой согласен Согласен Что надо выбирать Все-таки более естественные И более натуральные А по поводу Если говорить так Что болезнь Одна Есть разновидности Или болезни Немного Но много разновидностей Я наверное Следующее Такое Более Жесткое заявление Сделаю Что Болезни может быть Много Разновидностей Еще больше Но причин Для всех Видов болезней Существует Не так много И о них В принципе Мы говорили Это алкоголь Это любые Другие наркотики Это стрессы Которые возникают От непонимания Человеком Своей жизни Своего предназначения Это плохое питание Которое также возникает От невежества То есть Все проблемы Друзья мои Идут от Невежества О том Что вы не ведаете Что вы делаете Не ведаете Для чего вы живете А если вы не ведаете Для чего вы живете То в этом случае И делайте всякую глупость По отношению к себе К окружающим Отсюда все идут Проблемы Которые потом Так или иначе Остреливают на здоровье А вот что это будет Онкология Инсульт Язва Или что-то еще другое Это уже Вопрос Более расширенный Вот наверное Так как-то Так Ну в общем да Все проблемы тут В двух полузадиях Вопрос эфир от Волги Из Саратова Из Саратовской области Здравия Арират Причем написано Арий Рат Уточни пожалуйста Пчелы используются Только для лечения Инсульта Или их можно использовать И для профилактики Иногда Пчелы можно использовать Всегда Для любой профилактики Наверное Для Наверное Подавляющего Лечения подавляющего Большинства заболеваний Профилактируют Они прекрасно Пчелиный яд Прекрасный Нейромедиатор Он богат В 50 раз Более богат Гелоранидазы То есть Тромборазжижающие Вещества Чем пиявки То есть Пчелы лучше Растворяют На самом деле Тромбы Чем пиявки Пчелы Прекрасные Потивовирусные средства Потивовоспалительные средства То есть Перечень применения Пчел Обширен И Наверное Систематизация Особо И не поддается Можно конечно Все перечислить Все эти болезни Но Пчел Применять Можно практически Всегда Кроме Допустим Как Состоявшаяся Практика Это при проблемах С печенью При там Еще там Каких-то там При аллергии Что-то Вы думаете Вот есть там Аллергия на пчел На самом деле Это не аллергия На пчел Это состояние Когда организм Человека Настолько Отягощен Различными Патогенными Факторами Что Любой И он Встраивается Уже Все патогены Встраиваются В иммунную систему Что попадание Любого Что может Уничтожать Эти патогенные Факторы Проявляются Такой реакцией Что люди Потом воспринимают Как аллергичную Вот и все Поэтому Пчел можно принять И при инсультах При лечении инсультов И при лечении Других заболеваний Причем Я бы рекомендовал Всем нашим пользователям Активно изучать Пчелолечение Заводить у себя пчел Вот Чем больше у нас будет пчел Тем лучше будет Наша природа Тем Больше У нас будет плодов Растений Ягод Тем больше цветов Будет на нашей планете Я всем рекомендую Заводить пчел Дерожать пчел И лечиться И пчелами И продуктами пчеловодства Вот мы с тобой говорили Про различные виды квас Виталий написал Квас делается очень просто Берешь хрен Измельчаешь На терке Или чем-то похожем Дальше заливаешь водой Три дня Стоит в тепле Потом очищаешь И получаешь квас Наверное Фильтруешь здесь Мне это с видом Здорово Как вообще Вот видите Разновидностей кваса Огромное количество Вот единственный Хрен пока не употреблял Не пробовал Сделать хрен Хреновый квас И Не назвал его А вот все Остальные корнеплоды В общем-то Уже наверное Попробованы Ты кстати знаешь Что сало с хреном Это лучшее средство Против холестерина Но ты правда Сало не ешь Но на всякий случай Не свинюшки Я не обижаю Для того чтобы покушать Их сало Но знаю об этом Да Знаю Хорошо Идем дальше Идем дальше Причем это не означает Что если вдруг По каким-то причинам Нечего будет есть А необходимо будет выжить Для того чтобы выполнить Какое-то задание Это не означает то Что человек не может Съесть Кого-то из зверушек Потому что Как бы это кому-то Было неприятно И мне может быть Отчасти неприятно Но есть определенные Закономерные Представления О важности Если на человека Возложена какая-либо Важная миссия А миссия невозможна Без выживания То в этом случае Приоритетность существует В важности жизни Человек Вот он Более высокого приоритета Поэтому вот Исходя из этого Здравомысль Необходимо будет проявлять И в общем Здесь возможно Что человек может стать На какое-то время Охотником И мясоедом Но опять же Как бы это было Не страшно Как бы это было Неприятно Но вот Жизнь Есть жизнь Если же конечно Нет какого-то Приоритета Нет какой-то Главной миссии Жизни То в этом случае Можно сесть Помедитировать И сказать Не, не буду никого Убивать Пускай я умру Но при этом Ни одна зверушка При съемках моей жизни Не пострадает Вот Это тоже Достойный выбор И ни в коей мере Я не могу сказать Правильно это или неправильно Я всего лишь навсего Озвучил одну из Ведических заповедей Что существует Приоритета в этой жизни И не более того Поэтому если вдруг Окажется перед вами Что вы умираете А вам еще нужно Много чего сделать И будет шматок сала То в этом случае Сало с хреном О чем сказал Алират Это будет Как вынужденная мера Для выживания Вполне приемлемая Про шоколад и сало Мы не будем говорить Идем дальше Вопрос эфира От Олега из Иркутска Алират Склонны ли люди С высоким ростом К инсультам Так как у них Амплитуда кровотока Своеобразная По себе знаю И противопоказана ли баня Людям со степенью Риска инсульта Благодарю То есть два вопроса Насколько высокий рост Влияет на инсульты И насколько баня Влияет плохо Противопоказана людям У которых есть степень Определенная риска Получить инсульт Мое мнение такое Что рост человека Никаким образом Не влияет на Риск получения инсульта Конечно Следует отметить Что Чем человек выше Тем больше Конечно нагрузка На сердечно-сосудистую систему Тем Больше Длина кровообращения Длина сосудов Но Нужно заметить Что Во-первых Инсульты Происходят всегда Когда Где-либо Нарушается просвет сосудов Поднимается давление Первые Шемические Случаются Когда этот Сосуд схлопывается И какая-то часть мозга Остается без кровоснабжения Второй случай Геморрагический Когда сосуд Порывается От повышенного давления И Здесь не важно Какого человека роста Потому что Работа сосудов Управляет нервная система И Достижение инсульта Всегда Обычно Практически всегда Но кроме Каких-то там Атеросклеротических Явлений Тромбов Во всех остальных Случаях Это связано С эмоциональной Перегрузкой То есть Человек нервничает У него изменяется Состояние сосудов И он может Получить инсульт Поэтому Оба Роста Не было Высокие люди У них может быть Затрудненное Прямоснабжение Головного мозга Просто может быть Условно Можно предположить Недостаточное питание Головного мозга Кислородным Питательными Веществами За счет того Что Сердечно-сосудистая Система Слабая Плохо Омывается Недостаточно Омывается Вот это Но это не инсульт С точки А с инсультами Я думаю Что На самом деле Такого Ярко выраженного Риска Именно у высоких Людей нет Что касается Первой части Так Ну а вторую часть Вторую часть Так Что там Второй часть А баня Про баню Насколько Опасна баня Для людей У которых Есть Риск Какое-то Получение Инсульта Что касается Бани Я банщиков Очень уважаю Передаю Персональный привет Все банные Те или всем банным Людям Вот Если баня Правильная Как говорится То никакого Риска нет Если это Повышенная Температура Типа Сухая Сухая сауна Там До 90 До 110 Градусов То В такое Помещение Конечно Людям С Возможностью Получения инсульта Заходить Я бы не рекомендовал А вот Использование Русской бани Где температура Порядка 65 градусов И влажный пар Это даже Полезно Почему Потому что При помощи Процедур русского парения Возможно Снятие Причин Приводящих К инсульту А именно Что можно При помощи Бани Веников Очень хорошо Разогреть шею Тем самым Снять спазм Напряжение Улучшить Кровоснабжение Головы При помощи Веников Можно прогреть Почки При помощи Веников Можно прогреть Ножки А при этом Нужно учитывать Что голова В русской бане Всегда держится В холоде Здесь В русской бане Заботится О состоянии сосудов Конечно В сауну Тоже Шапочки Надевают Чтобы голова Не перегревалась Но шапочка Это шапочка Это одно Когда тебе Голову Обкладывает Прохладными Вениками И Ты дышишь Вот этим Можно сказать Таким лесным Влажным воздухом Это тебя не то Что Как-то Предотвращает Это еще и защищает И берегает тебя От возможных Любых последствий С головным Воздуем Кровоснабжения В бане Поэтому Даже людям Склонным К инсультам Я бы Все-таки Рекомендовал Посещение бани Но опять же Под присмотром Под руководством Опытных специалистов То есть Опытных Порельщиков Опытных банщиков Которые могут Правильно Провести Эту процедуру Чтобы Предварительно Может быть Сделать Какой-то Массаж Размять Шейно-воротниковую Зону Размять спину Поработать Немножко С животом Смотреть Что с ножками Правильно Провести Подготовку Ведь Вначале Нужно сделать Не так Много пара И температуру Недоступную Чтобы человек Посидел Прогрелся Получил Первое Там Немножко Вспотел Потом Вышел Прошелся И потом Уже зашел На основное парение Может быть Так Нет Но Конечно Банные люди Не видят Это лучше Чем я Они Можем Либо Либо Развернутый Более Качественную Процедуру Но Я Со своего Колокольня Какое представление Я имею О бане Могу Сделать Такой Выбор Алексей Да У нас Есть знакомые Пармастера Высокого уровня Международного Которые Правильно Подходят К парению А не так Чтобы просто Загнать всех В парилку Где там Чуть ли не под 200 градусов В кавычках Этого Температура Чтобы пожарче было И всех отхлестать Вениками В сидячем положении Вот И потом Оттуда Чтобы Как это Устраивать Экзамены Или соревнования Кто дольше высидет Вот это не наш метод Однозначно Кстати Когда человек Из бани Выходит Можно Посмотреть на него По внешнему виду Определить Склонен ли он Вообще К инсультам Или не склонен Если у человека Появляется Мраморная кожа На спине На груди Это будет Говорить о том Что у него Есть проблемы В области В позвоночнике В области Позвоночника Где-то в районе Седьмого шейного Позвонка Потому что Там иногда Бывает Неправильное положение Позвонка Там бывает Иногда Пережатие Нервных окончаний В основном Пережатие Нервных окончаний И нарушение Капиллярного Простабжения Что проявляется В такой Мраморности кожи Поэтому Даже Работа банщика В принципе Оценивается Если смотришь После парения Человек После работы Мастера Выходит мраморный Значит Не допарили Или неверно Попарили Человек должен Румяный Так что Если вот Есть Мраморность кожи Даже после того Кому чуть-чуть Посидели В теплой парилочке Это говорит Что есть пережатие В области Седьмого шейного Позвонка И нужно Это либо Прогреть Либо размять Как-то устранить Я вот думаю Что баня Своего рода Это является И Местом Где Выявляются Какие-то проблемы И где они Поправляются Какие-то проблемы И еще Местом Где очищаются Организмы И плюс ко всему Еще Это некий Тренажер Для вашей Вегеттососудистой Системы Когда вот эти Нагревания Похлопывания Поглаживания Массирования Ароматические Добавки Они Очень влияют На здоровье И Укрепляют Организм Поэтому Если есть возможность Правильно Правильно Посещать Правильную баню С правильными Пармастерами То в этом случае Наверное Не Отказывайтесь От этого Потому что Вот нагрев Охлаждение Нагрев охлаждения Это уже полезно Если это сделано Под присмотром Правильных Умельцев Мастеров То это Вдвойне полезно А если еще туда Добавляются Различные Массажи И Какие-то Ароматизирующие Вещества То совсем Будет Хорошо Итак Идем дальше Кстати То что ты сказал Нагрев охлаждения Нагрев охлаждения Это вот и есть Та самая гимнастика Для сосудов Сосуды расширяются Сужаются Расширяются Сужаются Тренируются И эластичность Их повышается Да Вот на это и намекал Идем дальше Вопрос в эфир От Олега Зыркутска Можно ли рекомендовать По твоему мнению Умеренные физические нагрузки Для профилактики Не допущения Причины инсульта Например Приседания У шведской стенки Держась При этом Руками За поручни По Ивану Павловичу Неумывакину Благодарю Я думаю Что конечно Физическая нагрузка Для человека Всегда полезна В принципе В каком бы он ни был Состоянии Даже если он Прикован Кроватью Из-за травмы То все равно Можно подобрать Какие-то физические Упражнения Которые Будут помогать ему Развиваться Даже в этом Не самом лучшем Состоянии здоровья А есть и Такие физические Упражнения Допустим Если мне память не изменяет Это изометрия Вернее Изотонические Упражнения Так вот Там Как таковое Самоупражнение Делается А человек Проделывает Это упражнение Мысленно И Впоследствии Не впоследствии А напрямую В период Таких тренировок У человека Улучшается Состояние Мышц У человека Улучшается Состояние Порно-двигательного Аппарата Именно в той области На что Направлено Воздействие Такие упражнения Рекомендуется Людям Допустим Прикованным Кроватью Те которые Имеют Зафиксированные Конечно Гипсы На растяжках И так далее Они же По факту Не могут Ими двигать И получается Что мышечная Структура Там должна Бы атрофироваться Но Если человек Помещенных Такой кроссет Проводит Такие упражнения То есть Мысленно представляет Как двигается Его нога Как она Поворачивается Напрягается Сжимается Расслабляется То Его мышцы Получают Тонус Его мышцы Получают Информацию О движении Его мышцы Получают Электрические заряды И тем самым Сохраняют Свою работоспособность И Такого человека Когда снимает С фиксацией Он Практически Без изменения Функциональности Этой конечности Может продолжать И тем более Человеку Допустим Который Понимает Что у него Возможен Риск инсульта Может использовать Подобный метод В тех упражнениях Которые ему Сложно проводить Допустим Какие-то Приседания Определенные Еще какие-то Упражнения Он может Проделывать их Мысленно И когда человек Проделывает Мысленно Эти упражнения Поверьте У него Работают Вернее Не работают А включаются В энергообмен В организме Те же самые Группы мышц Которые бы Выполняли Работу настоящую Если бы он Делал Это упражнение Тем самым Происходит реальная Работа на физическом уровне Человек Человек Представляя Каким образом Он делает Выполняет Эти упражнения Причем так Более отчетливо Конкретно Представляет Он Фактически Выполняет Физическое упражнение И Тем самым Я так к чему Подвожу К тому что Физические упражнения Для человека Очень полезны И даже Для людей С ограниченной Возможностью У кого там Проблемы с сердцем Кому казалось бы Физические нагрузки Там не показаны То И в этом случае Есть выход Есть возможность Заниматься спортом По крайней мере Развивать свой организм Развивать там Мышечную Опорно-двигательную Ну здесь про баню Написано Уже дети Два года Не болеют Простудами Три года Баня стоит Дмитрий Николаевич Молодец Здорово Все Правильно Сделал Вообще Вот я в руке Постоянно У меня крутится Шарик Лепко Такой маленький Небольшой шарик Колючий Где прям Иголочки Торчат Из разного металла Вот Николай Григорьевич Мне подарил его Как-то в свое время Вот у меня Постоянно он с собой Я его кручу Наверное знаете Что и аппликаторы Кузнецова Наверное Да Это когда пластиковые А вот Лепко Это где аппликаторы Металлические Вот я думаю Что для Того Чтобы Некоторые Ресурсы Организма Возбудить И Или наоборот Может быть Успокоить Вот такие аппликаторы В частности Лепко Они были бы Очень достаточно хороши Как ты думаешь Вообще Твоей практике Применяются Такие колючки Ежики Такие или нет Ну Ты знаешь Аппликаторы Кузнецова Я применяю Вот Аппликаторы Лепко В моей практике С пациентами Нет Дома конечно Есть Там Валики Что-то Корики Маленькие Там еще Это я использую Здесь действительно Очень интересный Эффект Доказано уже Что Два металла Различной Структуры Ну в смысле Разные металлы Помещенные В жидкостную Среду И Сообщающиеся Между собой Они дают Определенные Токи И Вот Мне кажется Мы как-то Разговаривали По поводу Этих Апликаторов Вот в шарике Там же Разные Электроды Да Там белый Цветной Металл Белый Тоже цветной Там серебро Там применяется Много там чего И когда они Соприкасаются С проводящей Средой А рука Наше тело Это тоже проводящая Среда Как и жидкость Там возникает Определенный эффект И вот я думаю Что помимо того Что еще раздражающий Рефлекторный эффект Есть еще и эффект Насыщения Какими-то ионами Металлов Или катионами Вернее Анионами Нашего организма Я думаю Что это очень полезно Думаю Тебя надо Тебя надо будет Познакомиться Лепко лично Чтобы ты все-таки Взял его методику Изучил И дополнение Применял Потому что Он Сам человек Интересная методика Да Там Есть же наверное Медные аппликаторы А вот Метина очень полезна Для крови А метина полезна Для состояния Системных сосудов Поэтому Конечно Я думаю Будет полезно Для субистой системы Такие штуки Ну сейчас Я под лампочку Поднесся Смотрю Здесь вот Медные Четко видны То есть Такие вот Красноватенькие Да Вот дальше Рядом с ними Идут белый Какой-то металл Не знаю Сереброид Или что-то другое И вот они чередуются Таким образом То есть вот Да При нажатии Как-то Рука Она немножко Даже Потеть Чуть-чуть Начинает Когда вот Сильно так Нажмешь И держишь Немножко Начинает потеть И какие-то Ощущения Интересные В руках Происходят А вот Кстати Тут же Добавляю По поводу Темы металлов Ранее разговаривали По поводу Бальзама Радимина Там где Добывается Производится Гидрокверцетин Вот у него Там тоже есть Прибор Он называется Кажется Рэм-1 Там совокупность Медного И металлического Стержня Они взаимоотбиты И вот Там тоже используется Подобный принцип То есть Это уже давно Применяется Повсеместно Просто различные Формы проявления Применений То есть Тут в виде таких Штырьков А там вот В виде такого Да-да-да Да Именно так То есть Это вот Есть такая шутка Что медицина Произошла от слова Медь и цинк Почему же шутка? Ну Многие считают Что это шутка Поэтому есть такая шутка Ну Понимать как хотите И вот здесь Данил написали Алексей Не забывай Дезинфицировать Очищать аппликатор Или там металл Антибактерицидное серебро Да Здесь есть серебро Есть другие металлы Поэтому я наверное думаю Что да Чистить может быть и надо Но не так часто Ну ладно Мы так с тобой Пока остановились Хотя у нас еще тема Не рассмотрена По поводу Как же восстанавливаться После инсульта Да А еще вопросы Мы с тобой Все не разобрали Давай еще немножко Вопросы разберем Потом чуть поговорим А как же восстанавливаться Если произошел инсульт Вот может быть Что-то в этом отношении Расскажешь Итак Вопрос эфира От Олега из Иркутска Если человек Не утруждает Свой мозг Умственной работой Ведет Ведет маргинальный Образ жизни Смотрит Тупые Сериалы Не развивается Таким образом Кровь толком К мозгу И не проливает Способствует ли Такой образ жизни Человека К возникновению Инсультов Такой образ жизни Благодарю Олег из Иркутска Я думаю Что такой образ жизни Не имеет на самом деле Никакого отношения К инсульту Но это в моем мнении Почему? Потому что Кровоснабжение У человека Который Смотрит эти сериалы Что-то Ведет Какой-то Образ жизни Маргинальный Я думаю Не особо Отличается От кровоснабжения У человека Который Ведет Иной Образ жизни Единственное Что конечно Степень работы Загруженности От дела Голового мозга Может быть Какое-то Отдельное Капиллярное Кровоснабжение Где-то Более интенсивное Вот Но так Я не думаю Что прям Вот То что было Перечислено Что если человек Смотрит сериалы Там Это Каким образом Влияет Не знаю С моей точки зрения Уровень интеллекта Уровень интеллекта Человека И риск Отникновения Инсулта Я думаю Тоже между собой Не особо связан А вот тут Товарищ Сталин Хочет кое-что Уточнить Дело вот в чем На мой взгляд Когда Какой-то Орган В организме Человека Не используется То по законам Этого организма Этот орган Уменьшается В объемах Чтобы не быть Просто потребителем И часто Так бывает Что он просто Атрофируется Простой пример Если человека В гипс положить То в этом случае Через какое-то время Мышца Она становится Очень тоненькой Остается там Только сами Направляющие волокна Которые в случае Необходимости Могут нарастать То есть Они полностью Не убираются Какое-то время Вот Но Уже Поднять Грубо говоря 32-килограммовую Гирьку Человек Уже Будет Не в состоянии После того Как он Год Пар Будет В гипсе Какой бы Там Не был До этого Крутой Атлет Это уже Много раз Было доказано Показано То же самое С ногами Пробежаться Он быстро Не сможет Вот Я думаю Что орган Как Любой орган Телеки Человеков Будь то Печенка Будь то Мышца Или Серое С белым Веществом В голове Они подвержены Таким же Таким же Способам Активации Или уборки Чего-то Да То есть Вот Все то же самое И если вдруг Человек Не использует По назначению Свой инструмент Называемый Мозгом То в этом случае Он заменяется На другой инструмент Который Находится Ниже пояса Где тоже Разделенные пополам И отсюда Когда мы с тобой Разбирали Что все проблемы И со здоровьем И вообще по жизни От головы То мы тогда Придем к простому выводу Если человек Не мыслит Если его мозг Атрофируется Потому что он смотрит Тупые Как написал Олег Сериалы И ведет Вот такой Маргинальный образ жизни То в этом случае Атрофированный мозг Не может быть Ведующим Он не может быть Адекватным К окружающей среде А это означает Что он начнет делать Неадекватные поступки Которые приведут его К употреблению Всякой гадости Неважно В еде Это Или это В мыслях Или это В выпивании Или еще в чем-то Вот Ситуации эти будут Обостряться Уже Вокруг него Уплотняться И в конечном итоге Он себя доведет До какой-либо Проблемы Со здоровьем Вот мне так кажется Очень часто Мы видим У наших бабушек Которые подсели На сериалы Как раз Вот это Отсутствие Здравомыслия В глазах Это Здравомыслие Приводит к тому Что их везде Обманывают К тому Что у них Возникают Какие-то Проблемы То им там Таблетки впарят Какие-то Чудодейственные То там Пылесосы Они под 100 тысяч Купят То они Свои сбережения Все отдадут Кому-то Непонятному Под видом Благой цели То еще чего-то Еще чего-то И так далее И тому подобное Вот То есть Отключение Мозговой деятельности Ведет к тому Что человек Просто-напросто Превращается Уже вне человека А если человек Уже не является Человеком По своей сути То в этом случае Он получает Проблемы Очень серьезные Так что Мы с тобой Решили все проблемы От головы Да Мы уже не будем От этого далеко уходить Вот Так что Инсульты Не исключение Тому и другие заболевания Идем дальше От мозга Отходим Вопрос эфира От Волги Из Саратовской области Мои знакомые Крепляют сосуды головы Гимнастикой Стойкой на голове Оправдан ли это Учитывая Что возраст Около 60 лет Благодарю Благодарю за вопрос Очень хороший вопрос Действительно Знаете Использование Перевернутых поз То есть Перевернутого положения Тела Благоприятно Влияет Опять же Моя точка зрения Но она основывается На Восточных знаниях И так далее Ну по крайней мере У меня эти знания есть И я принял их часть В свое мировоззрение Так вот Сформировал свою точку зрения Что действительно Использование Перевернутых поз Положительно влияет На состояние Сосудов головного мозга Периодически Но опять же Это должно быть Все вымерено Кратковременно Не более Насколько я знаю Десяти минут Это уже профессионалу А начинающим Ни в коем случае Сразу не нужно Становиться Верх ногами Сначала делается Человек Сначала просто Садится Образно говоря В колено-локтевую позу Съеживается Кладет голову вниз И находится Сначала в таком положении Потом Наслаждается Да Наслаждается Потом постепенно Там как-то поднимается Поднимается И только уже в последующем Через какой-то промежуток времени Под руководством Ведущего Знающего человека Он уже переворачивается Становится Вертикально Верх ногами И стоит какое-то время И то сначала Там немножко Потом все больше А так Вы абсолютно правы Что Стойка на голове Различные перевернутые Позы Которые используются В йоге Они очень полезны И очень благодарно Влияют Для нас На головной мозг И на состояние Сосудов головного мозга Я бы даже мог От себя рекомендовать Правда с умом Разумно использовать Подобные гимнастики Для улучшения Своего самочувствия Опять же Одно Очень важное замечание Что все перевернутые позы Необходимо делать Без упора На голову Когда вы Становитесь Кверх ногами Необходимо упираться Руками Ногами Чем угодно Но не головой Головой ни в коем случае Мы не упираемся На голову Вес тела Мы не переносим Потому что Здесь велика вероятность Травмы Здесь даже Существует вероятность Смерти Потому что Возможно Либо шею свернуть Либо наткнуться Плантом На головной мозг Плант Это первый позвонок Он у нас такой Как штырек И при некоторых положениях Может так случиться Что головной мозг Наткнется на фланг Человек погибнет Поэтому Ни в коем случае Не стоять Непосредственно Не упираться На голову Каким-то образом На другие точки На руки На стену Распределяйте вес Но голова Должна быть В свободном положении В положении вися Вот я допустим Стою Вверх ногами Просто Подхожу к стене Ставлю руки на пол И закидываю ноги на стену У меня голова просто болтается Она никуда не упирается У меня опор на руки Мои знакомые Девушки Там они делают Становятся На локте Локтями на пол И Закидывают ноги на стену То есть у них Упор идет на локте На плечи На локте Опять же голова Доходится в расслабленном положении Голова Шея При перевернутых позах Должна находиться В расслабленном положении Ни в коем случае Не напрягать ее И не переносить На нее Весь тело Если будете стоять На голове Если будете напрягать шею То вот Подробное выполнение Эти упражнения Оно как раз таки Приведет к Возможному развитию Предпосылок к инсульту То есть Делая упражнения с головой Не забываем головой Еще и думать Хорошо Как боксера спросили А для чего вам голова Он так думал 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 А я в нее еще ем Вот Так что Не обижайтесь боксера Просто есть такие Интеллектуалы Которые Боксом занимались И в некоторых странах Они там становятся Какими-то Известными людьми Не только в боксе Но и как политики Вот они такие Первые иногда Выдают Прям послушаешь И думаешь Что хорошо Что билеты в цирк Не купил Сэкономил А то в цирке И тогда вниз Надо С правильной техникой Безопасности Находиться Здесь я с тобой согласен Дальше Вопрос эфира От Алексея Из Самары Здравия Ари Рад Скажи пожалуйста Верно ли Что тренировка мышц Ног Помогает Правильной работе Кровеносной системы Снижает давление В частности И возможно Риск Загущения Крови И инсульта Также Снижает Да Я с этим согласен Согласен По нескольким причинам Во-первых Пример Такое заболевание Как ишемическая болезнь Сердца Первые ее признаки Возникают Когда Начинается В ногах Собственно говоря В области Левой икры Побаливать Левая икра На самом деле Там побаливает Артерия И вот Ишемия Начинается С неудовлетворительных Состояния Артерии В области Левой икроножной мышцы Вот там Это раз Во-вторых Икроножных мышц Там Не в окроножных Но вот В ногах Образ В коленостопах Там находятся Лимфатические насосы Мы двигая ногами Мы перемещаем Лимфу Не относится к вопросу Но вообще Ну и плюс Когда мы делаем Активные упражнения Нога И мы помогаем Организму Прокачивать кровь Из ног В остальное тело Потому что Это тоже Достаточно Большая часть Нагрузки Я думаю Что со всех сторон Полезно Ну вот Волга написала Реплику эфир В процессе выполнения Этого упражнения То есть Когда человек За 60 лет Стоял Головой вниз С человеком Произошел инсульт Как раз Об этом Арирата говорил Что надо Голову включать Не пытаться Кидаться Что-либо Сразу выполнять Надо учитывать Возраст Подготовку Состояние И так далее И тому подобное Поэтому То что произошел Инсульт Это печально Вот Но это Говорит о том Что скорее всего Не были учтены Все Проблемки Которые могут Возникнуть Виталий Скиев Написал Можно опираться На голову Так шею Накачивают Есть естественно Различные упражнения Для борцов Борцовский мост Когда там Человек становится На шею Он опирается Крутит Вертит Даже через шею Через голову Пытается перевернуться Разные есть упражнения Но опять же Есть и у нас Монахи Шаолинь Которые делают чудеса Но если попросить Любого из присутствующих Здесь повторить Хотя бы так Двойку-тройку Упражнений Шаолинь Я думаю Ждут нас Большинство Все-таки людей Травмы Поэтому Да Согласен с тем Что спорт И физическая культура Это хорошо Вернее даже не спорт А именно физическая культура Это хорошо Но опять же Надо знать всему миру Надо понимать Ответственность За свой организм Ответственность За окружающих людей И понимать Состояние В котором вы находитесь То есть без фанатизма Вот тут написано еще Достаточно лежать На наклонной доске Головой Вниз Вот Реплика в эфир От Виталия Все проблемы От желудка, головы, сердца, дыхания и крови Ну вот видишь как он подвел черту Идем дальше Идем дальше От Олега Из Иркутского вопрос Ведет ли к увеличению риска инсультов В чрезмерного потребления мясных продуктов Рерат Людей становится Становится Кровенозные сосуды Становятся очень ломкими Хрупкими И в принципе все сосуды Отличаются такой хрупкостью И тут можно сказать Что не само Помышленное содержание сахара в крови А те последствия Которые Сказываются на сосудистом доске Вот они Приводят Могут приводиться К инсультов Можно ответить Да Как-то брал интервью На экотехнологиях В августе месяце Насколько я помню У разных людей Там были два человека Занимающиеся пчелами Очень активно Один это Колодезный мед Ну Колодез Вот Очень интересное Бесконтактное пчеловодство Будет у нас в эфире Этот человек Андрей Кожарский Его фамилия Вот Так что Рекомендую Не пропустить этот эфир Очень интересный Сам человек Очень интересный И та методика Которой он занимается Очень интересная Думаю Что многим Будет полезно То есть Ненасильственное Бесконтактное пчеловодство Где пчелы здоровые Они производят Сколько необходимо меда И так далее И тому подобное Ну Об этом услышите в эфире Вот И второй человек Тоже много медом занимался Вот они Там говорили Что Сейчас Очень огромное количество Китайского меда Китайский мед Содержит меда Очень-очень мало Кто-то говорит 10% Кто-то говорит Еще меньше Кто-то говорит До 30% В зависимости Видимо Какая партия Самое интересное Что Китай На сегодняшний момент Является Самым главным Поставщиком Меда В территории Бывшего Советского Союза И европейской части Хотя Если так разобраться Улив Медоносов В Китая Отдавающие Вкусовые ощущения И ароматы Либо 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 В печени Что-то происходит В общем Полный набор Удовольствий Может быть У кого Как дышло Куда повернет Туда и вышло Вот это имейте ввиду Так что Если вы хотите Отведать метку Да еще и ложками А в детстве Мед пили банками Вот это я по себе Помню Когда начиналось Медогонство Вот это все И много было улей В деревне Нам просто Приносили Несколько банок Меда И вот В деревне Я помню Мы там Чуть ли не банками Выпивали этот мед За один За два дня С хлебом И так далее То есть Ничего с нами не было Были здоровые Крепкие Все было хорошо Надежда Гончарова Здравствуйте Скажите пожалуйста Верно ли утверждение Что у женщин В детородном возрасте Инфарктов И инсультов Не происходит Берю за вопрос У меня такой статистики нет Можно предположить Что может быть И верно Детородный возраст Смотря какой На мой взгляд Что женщина И в 75 может рожать Если предположить Что детородный возраст Это до 30 лет Или там До 25 Если до 25 лет Разбирать То конечно У женщины В таком возрасте Вряд ли Только при Экстренных нагрузках Систематических На организм Будут возникать Какие-то проблемы Исходя из своей системы Если там До 30 лет То больше вероятности Тоже вряд ли Конечно Вот А старший уже Смотря какой Образ жизни Человек ведет Сейчас Продукты Чем человек питается Как он поддерживает Баланс Желкостных средств В организме Из чего он Собственно говоря Сделан У меня такой статистики нет Но я думаю Что это верно В общем я думаю Что все Что мы с тобой Говорили Оно относится Одинаково И к женщинам И к мужчинам Современным Ведущих Средний Современный Среднестатистический Современный Образ жизни Проснулся Что-то Стрескал На работу Чем-то перекусил На работу Закурил Потянулся Выпил Там чайку Кофейку Поругался Разрядился Пожаловался Поябиничал Посплетничал Домой В утомленном состоянии По пробкам Дальше Быстро Что-то перекусил Сел за компьютер Что-то погонял Или там Протер Что-то Посуду Помыл Протер Пол Искупал Детей И так далее Тут еще Может быть С детьми Надо разбираться Поскольку Проблемы Какие-то Или в детском Саду Или в школе Или еще Где-то Так что Среднестатистический Человек Как раз Подходит Под то Чем мы говорили Ест Всякую дрянь Занимается Всякой Ерундой Постоянно Находится В стрессе Постоянно Недосып Постоянно Дышит Всякой Гадостью Постоянно В пробках Постоянно С кем-то Ругается Занимается Опять же С несвойственным Человеку Делом Тем самым Ослабляется Его организм Общее Засоряется Ну в общем Что еще Говорить Поэтому Детородный Вот этот Возраст Это могут быть Единственные Передышки Какие-то Хоть более-менее Связанные С работой Это когда Женщина Охотится В декретном Отпуске Вот в этом Случае Обновление Организма Да И декретный Отпуск Они освобождают Женщину От похождений По таким Гнусным Местам Которым В большинстве Своим Является Современная Работа И плюс ко всему Обновление Крови Когда внутри Растет Плод То происходят Метаморфозы В женщине Вот тут Я скорее всего Согласен Что Если это все Перенести В правильную Благотворную Среду То да Для женщин Вот эти вот Моменты Как инсульт Инфаркты Вообще Должны быть Несвойственны В детородном Возрасте Вот как-то Мне вот так Кажется Вообще Женщины Более выносливы Выживаемость Чем мужчины Там где мужчина Погибнет Женщина выживет При равных условиях А что касается Периода Когда женщина Находится в положении То конечно Женщина В этот период Организм обновляется Происходит Много Остановительных Процессов Там У нее выделяется В организме Репродуцируется Много Стволовых Клеток И происходит Обновление Само организма Женщины Конечно В эти периоды Возникновение Таких проблем Крайне маловероятно Ведь недаром Есть такое поверье И которое В древности Некоторыми Преданиями Подтверждается О том Что женщина Которая Постоянно Рожает Детей С определенным Каким-то Периодом В этом случае Обновление Организма Позволяет Омолаживать Еще этот организм Поэтому Женщина Омолаживается Несколько лет Если правильно Опять же Правильно Питается Мыслит Живет В правильной Обстановке С мужем Который ее любит Который является Ее охранником Защитой Опоры И так далее Если же мы Говорим про Современность То в этом случае Скорее всего Не совсем все так Но с другой стороны С тобой соглашусь Что хоть как-то Ну хоть где-то Ну хоть чуть-чуть Но все-таки Женщина Мужчин В этом отношении Здоровее может быть И выживет Там где мужчина Не выживет Отсюда вывод Через год Каждый через год Рожать То есть каждые два года По ребенку Ну вот каждый год Конечно Ты это маханул резко А вот через год То есть каждые два Ну в принципе Да Хороший вариант И полезный Во всех смыслах И для державы полезный И для родов наших полезный И для людей полезный Потому что Обновление Ведь Если уж мы касаем Сейчас опять же Каких-то эзотерических Зрений То представьте себе К вам в род Если вы Вашу семью Приходят ваши родичи Если вы живете по ладу Со своим супругом Вот со своим супругой Или супругой То к вам приходят Ваши родичи А когда вы встречаетесь С своими родичами Бабушками Прабабушками Дедушками Прадедушками И с кем-то еще более древним Вы обогащаетесь Твоей мудростью Которая устами младенца До вас доносится И мало того Каждый ребенок Ну старше Выше третьего Когда он уже упорядочивает Начинает семью То есть трое детей Но семья так еще Более-менее Можно сказать Что сбалансирована Но могут быть проблемы А вот четвертый Пятый Шестой Они уже балансируют семью И когда уже к девяти Подходит чадом То в этом случае Уже полный баланс В семье Как правило И проблем Особо не возникает Но опять же Это не рецепт Это всего лишь на все Призыв к здравомысливию Не более того Не надо сейчас Меня обвинять Что я хочу Превратить всех женщин В каких-то там Свиноматок И так далее Нет Каждому свое Кто-то видит В беременности Залет Кто-то видит В детях Абузу Кто-то видит Продолжение родов И светлости Идем дальше Про это поговорили Василий Морозов Вопрос в эфир Вы не задумывались Написать правильную Книгу рецептов Арират Как тебе насчет того Чтобы написать Правильную книгу рецептов Может быть действительно Мы с тобой Как-нибудь и напишем По эфирам Нашего радио И вот Будет какая-то Такая вот Книга Когда мы станем Такими уже Старыми-престарыми Когда делать уже Будет нечего Позовем Да Позовем Внучку или внучка Скажем Ну-ка давай-ка Прослушай-ка наши эфиры Выдай на гора Что мы там Говорили Потом как ужаснемся И скажем Сожги ты эту гадость Ты не то записал Или записал Как Я что говорил Да сожги ты этот пергамент Я совсем про другое говорил Так Вопрос эфир Говорят Ингварий задается Говорят Что Тромбофилия Дает предпосылки К инсульту Как ее можно лечить Ну как лечить Ну Пить травки Которые улучшают Качество крови У нас Все травки Которые имеют Синенькие цветочки Они все помогают Для крови Вот Все вот эти вот Травки Попеременно Но прежде всего Это Травки Имеющие Отношение К сердечно-сосудистой системе Кардиопротектор Боярочники Манжетка Лещины Я их уже повторял Лещины Людей Вот этим всем заниматься Потреблять Периодически Но Не только кровь Еще внутренний орган В состоянии Наш организм Это Балансированная система Просто Вопрос Допустим Задаваемый Подобным образом Он для меня Ну Не то что не совсем Понятен А Я понимаю Что он задается В рамках Общепринятой Парадигмы Вот у человека Такая болезнь И как ее лечить Существует представление Что есть конкретная болезнь Есть конкретное От нее лечение С точки зрения Моих представлений О здоровье человека Таких понятий Не существует Есть общее состояние Системы организма И есть Видимые Какие-то явные Дисфункции Проявления Дисфункциональные Проявления И для того Чтобы убрать Избавиться Скажем так От этих Нежелательных Дисфункциональных Проявлений Необходимо Привести Эту систему В сбалансированное Правильное Состояние И тогда Сами по себе Эти ситуации Уйдут Вот Почему Собственно говоря Те кто занимается Правкой живота Получают Такие Можно сказать Не то что феноменальные Но потрясающие Сам себя не похвалишь Никто не похвалит Потрясающие результаты И вроде бы Они ничего не делают Тем удивительнее Эти результаты Вроде бы Человек Мнет И мнет Живот Занимается Животом А получает Изменение Качественного Состава Крови Получает Изменение Уровня Холестерина В крови Получает Изменение Состояния Сосудов По всему Организму Вроде бы С точки зрения Неофициально Причина Плоды Препарат 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 Купировать Явление Опять же Повторю До них Желтые Просто Это В данном Случа Моя Любимая Трава Можно Использовать Соду Можно Прежде всего Нужно Пить Необходимое Количество Жидкости И Следить За состоянием Сосудов То есть Как-то Продиагностироваться Если Отраз Клинирапические Бляшки В сосудах То есть Ими полное Представление И уже Как-то Против этого Сражаться Или за здоровье Наоборот Да Лучше за здоровье Чем против Здесь Выброс Такой большой От Виталия Из Эстонии Реплика В эфир Он это назвал Но здесь Не реплика В эфир Здесь Целый Трактат По поводу Того Что и как И зачем Почему И про Электромагнитные Излучения И про Эмоциональное состояние Про образ жизни И про питание По Гиппократу Тут в частности И И про мясо Он тут написал И про рак И про соду Чего он только Здесь не написал В общем Интересно 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 Да еще и ссылку Дал на это все Так что Кто У нас Находится В чате Те смогут Эти ссылки Посмотреть Проверить И Для себя Сделать вывод Правда Это или Неправда И такая Реплика В конце После этого Многостраничного Труда Со стороны Виталия Из Эстонии Реплика В эфир Каждые два года Рожаем Девять детей Умножаем На два года Получаем Восемнадцать лет Вот То есть Ну Хорошо 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 И в заключение Это еще вопрос От Олега Из Иркутска Зарядка По утрам С наклонами Вниз Не противопоказана И для людей Сердечно-сосудистыми Заболеваниями И Так вот Воскресатель знак Вопрос И наклоны Делать Я думаю Нужно В конце Зарядки Когда организм Разогрелся И перед зарядкой Выпить воды Как мыслишь Арират Благодарю Я благодарю За вопрос Зарядка По утрам С наклонами Вниз Не противопоказаны Но Опять же Нужно все с умом делать Сердечно-сосудистые Заболевания И имеют Различные степени Какая степень Этого заболевания Нужно аккуратно Ознать по себе Наклоны вниз Могут быть Не обязательно Прямо Лбом Пол касаться Можно наклониться До уровня пояса Можно чуть ниже То есть Наклоны вниз Насколько я понимаю Они прежде всего Воздействуют на область Поясницы И тут цель стоит Не головой Повода стать Разогреть область Поясницы Но Если уж нужно Каким-то образом Выполнить упражнения На то Чтобы Увеличить приток Крови К голове То Есть безопасные упражнения Пожалуйста Есть Лечебная физкультура Там масса упражнений Для физических Физкультурных Людей Сердечно-сосудистые Проблемы Есть Книги В этом посвященные Можно посмотреть Выбрать оттуда Упражнение Общеразвивающая физкультура Или даже спорт С ее упражнениями Я думаю Что не стоит Прямо так сразу Людям сердечно-сосудистыми Заболеваниями Этим заниматься Хотя Я знал Одного бегуна У которого был порог сердца Он прекрасно бегал Я знал спортсмена Тоже С порогом сердца И так далее И все нормально Этим занимались В общем Во всем нужна Сноровка Закалка Тренировка И все будет хорошо Да У каждого Своя мера Как говорится Свой оршин Своим оршином Чужим не измерить Можно подходить Разумно Ко всему Что значит Сердечно-сосудистые заболевания Если ишемическая болезнь сердца То это тоже Сердечно-сосудистые заболевания И Оно в принципе Никаким образом Не влияет на наклоны Ну наклоняешься Ты наклоняешься Причем тут еще Имеет значение Амплитуда С которой Ты это выполняешь И дыхание При этом Как ты дышишь Потому что Можно дышать правильно Можно дышать неправильно И тем самым Оказывать воздействие На сердечно-сосудистую систему Здесь Значение И сколько времени Прошло после пробуждения Здесь имеет значение И в каком состоянии Ты проснулся Восстановился ли организм После Вчерашки Ну и так далее Здесь много факторов Которые нужно учитывать Однозначно Ответить На Достаточно Пространный вопрос Нет В целом Если так подвести Черту Конечно Люди Сердечно-сосудистые заболевания И нужно Быть Внимательнее И осторожнее При выполнении Физических упражнений Но опять же Если вы чувствуете Себя неудовлетворительно Зачем Нагружать себя упражнениями Тогда Следует заняться Восстановлением здоровья И когда ваше Самочувствие Будет бодрое Тогда переходите Уже к упражнениям Хорошо Давай немножко Все-таки в конце Поговорим о том А что же делать Тем Кто инсульт Испытал Рядом Не оказалось Доктора Арирада Который бы там Иголками понатыкал И уши бы порастер И что-нибудь там Еще сделал Хорошее И вот Загремели В больницу Теперь Теперь Испытывают Проблемы С Передвижением С мыслями Ну и так далее И тому подобное Что делать В таких случаях Как восстанавливаться Ну здесь очень хорошо Восстанавливаться Пчелами Пиявками Мы об этом уже говорили Раз А далее Что еще можно сказать О чем не говорили Это Хорошо бы Парализованные части тела Растирать летучей мазью Такое интересное название В этой мази Летучая Дело в том что Ну Сейчас Алексей Конечно опять Не обрадуется Я рецепт скажу Значит Состав мази Это Одна часть спирта На две части Какого-либо Растительного масла Ну Какое у вас есть Под рукой Вот Ну Полезное для организма Кунжутное использовать Полезное использовать Наплянное Полезное использовать Ну В принципе Какое вам Больше понравится Такое можете использовать Я стараюсь Для своих масел Использовать Либо оливковое масло Либо кунжутное Так что я делаю Я там иногда делаю Масло из виробоя Для спины Там для Вообще Для потребления Внутри Вот Я его Делаю на Оливковом Либо кунжутном Масло И вот такая вот Летучая масса Она будет способствовать Улучшению Периферического Кровоснабжения Вот Хорошо Очень помогают Людям В постинсульном Состоянии Это ванны Медовые ванны 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 из отвара Корнейшей Повника Ванны Минеральные Ну и вот Принимать ванны Полезно Ванны Содовые Ванны С перекисью Водорода Особенно Ванны С перекисью Водорода Потому что Ванны С перекисью Они восстанавливают Капиллярное Кровоснабжение Улучшают Вообще Состояние Сосудов Организма Вот Еще очень хороший Способ Восстановления После инсульта Это хорошо Растереть эфиром Тело Ну вот Если проделывать Это вечером То на другое Утро Смазать Растерые части Вазелином А вечером Опять растереть Эфиром Тоже очень Хороший Эфир Полезно Пить Пять раз В день По одному Стакану Крепкого Чая Из шалфея Или свежих Полеранцевых Листьев Очень полезная Травка Полеранец Вот Пожалуйста Из нее Крепкий чай Из свежих Листьев Очень полезно Проводить гимнастику Ну и На самом деле Можно предпринимать Различные попытки Для восстановления Двигательной активности Если человек Не может двигать Этими конечностями Парализованными То нужно двигать Здесь брать Эту конечность И двигать здесь За него Пытаясь восстановить Мышечную память Пытаясь восстановить Вот Память Динамики Движения А когда человек Уже потихоньку Начинает обретать Способность двигаться То как-то настаивать На том Чтобы он сам Раз за разом Проводил эти движения Механику восстанавливал Вот Нужно потихоньку Учить человека Заново ходить Нужно потихоньку Если до этого Дошла уже ситуация Нужно То есть Постоянно Постоянно Чтобы человек Пребывал в каком-то движении Покой здесь Буси не нужен И вот Хотел бы еще сказать Сбор трав Которые будут Помогать Восстанавливаться После инсульта Здесь мы делаем В равных частях Мяту Душицу Чебрец Зверобой Лишневые Веточки Миноветочки Лист малины Лист клубники Лист неживити Клевер Череду Полын Чернобыльник Карпивы Цикорий Побеги Спаржи И вот это все Хорошо перемешать Одна столовая сборка На два стакана Сбора На два стакана воды Вот таким образом Завариваем На ночь Утром пьем Вот это Очень хороший сбор Который помогает При Полсенсибных состояниях Соляные компрессы Делаем То есть Ну здесь уже Мы говорили Об этом Десятипроцентный Солевой раствор Делаем И прикладываем Солевые растворы На колени Именно на колени И при этом Одновременно Хорошо массировать Там есть Точка долголетия Так называемая Вот Она находится На бугорке Вот Мышц Вот если Вот так вот Определенным образом Я не помню Как по латыни Это мышца К сожалению Когда мы Ставим ногу на пятку Поднимаем вверх носок То Под коленом У нас появляется Такой мышечный бугорок Вот В основном В верхушке Этого мышечного бугорка Находится Точка долголетия Как китайцы Называют Зусонли Вот Массировать Во время наложения Солевых повязок Эту точку Ну вот Такие можно дать Рекомендации По поводу Того Как восстанавливаться После инсульта На самом деле Количество Возможных Рекомендаций Может быть Может быть Огромных Способов Масса Но Основное Направление Должно быть Примерно так Недавно Что это Применение Трав Это Применение Ванн И это Применение Какой-то Двигательной Активности Ну и дополнительные Растирки Перетирки На пораженные Части Тела Ну Еще От меня Тоже Дополнение Раз Аппликаторы Лепко Упоминали Здесь И Кузнецова То на мой взгляд Как раз Эти аппликаторы В частности Я держу Шарик Этой руке Лепко Они бы были Очень полезны Почему Потому что Когда Даже обездвиженной Казалось бы Часть тела Покалывать Вот таким образом То Так или иначе До мозга Доходят сигнал О какой-то Опасности О каком-то Воздействии И так или иначе Он пытается Восстановить Связи С Тем Органом Или той частью тела Где связи Потеряны И Это усиливает Через Вот такие воздействия Усиливает Ускоряет Восстановление Поэтому Рекомендую В том случае Если были Какие-то проблемы То В этом случае Вот внимательно Рассмотреть Еще и такой Способ Воздействия Эти вот иголочки Когда они Впиваются В тело Они так или иначе Поговорят Мозгу Это еще Все живо Здесь еще Надо поработать Сюда надо Восстановить Связи И это Возволяет Восстанавливать Людей Помимо всего Что ты сказал И как Дополнительное Средство Так что Вот это Надо иметь Ввиду На мой взгляд Это очень правильно Хорошо Все вопросы Подождите Еще очень важный Один момент Забыл упустить Но По своей стезе Может Конечно Поэтому И забыл Что Очень важно По поводу Массажа Живота Вообще Массаж При инсультах О многом Поговорили Об этом Не сказали При инсультах Необходимо Делать массаж Низа живота То есть Массировать Разминать У нас Все что Находится Ниже пупка Вот Все что Ниже пупка Разминать 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 Еще раз Разминать Ну и Заниматься Состоянием Желочного пузыря Желочный пузырь Все что Ниже пупка Потому что Чем Вот Каждого Инсультника Берешь У него Крайне Напряженное Состояние Низа живота Это все Нужно Размять Обязательно нужно размять шею, сделать ее безболезненной. Обязательно нужно размять арпицелинный вид, мышцы сделать их безболезненной. Вот это вот обязательно. Но мы помним, да, что массаж не за животом, начиная с ночевого пузыря и постепенно поднимаемся вверх. Наверное, так. Только хотел сказать, что все вопросы озвучены, но сейчас озвучу. На мой взгляд, большинство проблем, почему молодеет различные заболевания, связанные с сердцем, связанные с мозгом и так далее. То, что люди начали очень много сидеть. Люди мало двигаются, мало двигаются на природе. Современная молодежь – это институты, где постоянно надо сидеть, это сидящая работа, где надо выдавать много чего, это компьютеры, за которыми они постоянно сидят и так далее и тому подобное. Вот первая причина, мне кажется, в этом, то есть образ жизни, неправильные мысли. Второе – это, опять же, уже экология, неправильное питание, плохая вода. Вот недавно вернулся, кстати, поделюсь, вернулся недавно из Санкт-Петербурга, и с собой у меня был термос, термос, тестер, PH, кислотно-челочной. Я был поражен, какая кислая вода там льется из-под кранов. То есть, где-то 6,5. Можешь себе представить, да, уровень кислотности? 6,5 льется из-под крана. Вот. И многие люди пьют постоянно такую воду. Это, конечно, для меня это нечто из ряда вон исходящее. Дальше. Вопрос эфира от Олега Зыркутска. Карират, у отца моего служится по армии. Инсульт – правая часть тела, частично парализованная. Ходит с тросточкой. Отсюда у дяди Вити избыток веса, килограмм на 30. Что порекомендуешь, какие упражнения, меры предпринимать? Благодарю. Ну, упражнения не знаю. Вряд ли прям упражнения будут в данном случае продуктивные. Я думаю, что здесь нужно как раз по тому, что я сказал в последней. Это массаж живота, это травы, это пчелы и это пиявки. Я думаю так. То есть, разминать низ живота, разминать вверх живота, вот это все вниз. Разминать ночевой пузырь, мочеточники, пончики, разминать шею хорошенько. И использовать пчел, постепенно дойти до головы. Использовать пиявок. То есть, правильно обставлять всю энцинку и головные зоны. И вообще организм в комплексе. Ну, и поддерживать очистительную, доделать очистительную процедуру, очищать кишечник обязательно. Делать процедуру, направленную на очищение лимфатической системы. Ну, и, конечно, принимать какие-то дополнительные средства в виде фитотерапии, то есть, в виде травяных сборов, которые будут помогать организму разжижать кровь, справляться с прочим негативом. А вообще, может быть, стоит разобраться, дяде Вите, что-то какая-то проблема у него по отцовской линии идет. Может быть, там что-то, какие-то проблемы не решены. И заняться расстановками хотя бы на этапе таком предварительном, чтобы понять, что там не так. Ладно. Ладно. Вопросы все озвучены. Я предлагаю подводить итог нашей сегодняшней встречи. И тебе предоставляю микрофон, чтобы ты сказал что-то доброе, вечное, хорошее нашим радиослушателям. Благодарю за предоставленную возможность. Я очень рад тем, что могу делиться с вами своими знаниями. Очень, можно даже сказать, люблю вас. И всегда с нетерпением жду возможности общения с вами. Хочу передать то добро, то ту теплоту, которая есть во мне. И самое важное в наших передачах с Алексеем, я думаю, не сами рецепты, а тот образ, что мы рассказываем о том образе жизни, вернее, о том образе мышления, которое необходимо иметь, которое необходимо поддерживать для того, чтобы быть здоровым. И это самое важное. И все наши передачи не о конкретных способах лечения, а о образе жизни здоровой, то есть о образе мысли здорового человека. Вот как хорошо бы мыслить, чтобы быть здоровым. Вот я всем нашим радиослушателям желаю приобрести как можно скорее вот такой образ мысли здорового человека. Прямо по буквице. Как вы люди мыслите, да? Хорошо. Ну что ж, Василий Морозов просит передать привет Вере. Вера, передаем тебе привет. Слушай радио. Правильно делаешь. Да, согласен с тобой, что наши, в общем-то, все встречи, все встречи направлены не на то, чтобы дать какой-то конкретный рецепт, а сподвигнуть человека на то, чтобы человек становился человеком, азом на этой земле, чтобы он становился хозяином своей жизни для начала, и через это уже становился хозяином этого прекраснейшего мира, в котором есть возможность много чего хорошего взять, почерпнуть, и через это еще лучше сделать этот мир, оставить его таким своим наследником, в который бы самому хотелось вернуться. Вот наша какая задача. Не просто здесь прожить, прокоптить небо и отсюда убежать, а сделать такое, такие условия жизни, чтобы завидно было нашим, завидно было своим детям, правнукам, внукам, как они будут хорошо жить. Вот с хорошей точки зрения завидно. Ребята, какой же мир мы вам оставляем прекрасный, как хочется сюда вернуться. И вполне возможно, вы сюда будете направлены с какой-то инспекцией, чтобы посмотреть, а как ваши праправнуки здесь живут, не испортили тут чего, не надо ли чего подкорректировать. Вот такого уровня надо достигать здесь на земле, и тогда все будет хорошо. У нас намечаются выходные большие куршевельские каникулы на большой территории славянского мира, новогодний праздник так называемый, поэтому некоторые передачи, а может быть и многие передачи будут в записи. Я предлагаю вам сейчас через форму обратной связи, которая на сайте размещена, присылать свои предложения, в частности, Арераду, на какую тему вы желаете услышать в новогодние праздники с ним короткие беседы. И отталкиваясь от ваших предложений, пожеланий, мы запишем одну, а может быть несколько передач, которые в праздничные дни будут звучать. Причем это не только Арерады касается, это касается и других тоже участников наших эфиров. Вы можете написать, вот просим сделать эфир с тем-то, с тем-то на такую-такую-то тему. Естественно, что праздничные какие-то повествования будут приветствоваться, или тематика, которая связана с праздниками, тоже будет приветствоваться. Так что вот это учитывайте. Будут предложения, пожелания, просьбы, пожалуйста, пишите. Мне же остается только вам напомнить, что сегодня у нас 6 декабря 2016 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных 36-й день месяца нового здоровья 7525-го лета Седмица. С нами был Захар Белинский, Ари Рат, за что бы низкий поклон. С нами были наши радиослушатели, и в чате, которые присутствовали, которые не в чате были, тоже вам низкий поклон за активное участие, за добрые, правильные, хорошие вопросы. Мы же говорили про инсульт, который не является приговором, но все-таки выяснили, что без него жить лучше. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. Будьте счастливы, не забывайте о своем предназначении. До новых встреч. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.